Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы предлагаем вашему вниманию передачу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира с ведущими Анатолием Руденко и Николаем Дорошенко. Что же такое синодальный перевод? И на чем он основан? И как вообще он был создан? Может быть, вы расскажете, что было самым интересным на первом этапе, что ли, так скажем, создания синодального перевода Библии? И вообще, как он был создан? Ну, во-первых, добрый день. Во-вторых, Николай, вы все-таки напрасно извиняетесь за свою малую осведомленность. Мне приходится посещать духовные семинарии всех христианских конфессий. И я вижу, что даже студенты, и мало того, что студенты, некоторые преподаватели духовных учебных заведений чрезвычайно мало знают о тексте, которым они повседневно пользуются, о синодальном переводе Библии. Так что малая осведомленность рядовых христиан или светских людей вполне извинительна на этом фоне. Ну, это, наверное, не должно быть как правило. Но, тем не менее, пока это так. Во всяком случае, вот такие впечатления. К сожалению, наверное, да. Да, к сожалению. Есть исключения, но общее правило, что подавляющее большинство студентов семинарий не знает истории перевода Библии на русский язык. Ну, что же говорить о простых людях. Так что передача наша, видимо, актуальна. Да, ну и вот с чего же, да, какие вот интересные моменты, то, что касается синодального перевода Библии, того перевода, которым, по сути дела, все мы пользуемся сейчас. Да, еще Пушкин писал, что мы ленивы и нелюбопытны от лица русского народа. Так что узнать эту историю чрезвычайно интересно. И эта история полна драматизма, полна удивительных событий и представляет собой настоящий детектив, который длился, 60 лет. И, конечно, в одной передаче обо всем этом рассказать невозможно, потому что история синодального перевода Библии распадается на три периода. На период российского библейского общества, когда делался перевод под эгидой российского библейского общества с 1816 по 1826 год. Конечно, была некоторая предыстория. Эта инициатива не возникла так вот внезапно, спонтанно. Далее второй период. Это период царства Николая I после закрытия библейского общества с 1826 по 1856 год, когда продолжались попытки перевода Библии, но переводчики преследовались. К ним применялись церковные и государственные санкции, административные меры. Но, тем не менее, это дело продолжалось усилиями отдельных частных лиц, последователей российского библейского общества. И третий период – это период царствования Александра II 1856 года, когда перевод священного писания на русский язык, который получил впоследствии только название синодального, был возобновлен и доведен до конца. То есть, грубо говоря, это период Александра I, период Николая I и период Александра II. То есть, два царя-реформатора – Александр I благословенный и Александр II освободитель, и период царя Ретрограда Николая I. Вот такие три периода. И есть еще предыстория. Но вот об этом можно поговорить. Множество чрезвычайно интересных моментов. Да, интересно. Но, то есть, каким образом Александр I пришел к тому, что необходимо какой-то перевод делать в Библии? В общем-то, тогда же Библия была на славянском языке, да? Вот насколько я понимаю это. Вы понимаете совершенно правильно. Но самое интересное в том, что перевод Библии на русский язык, которым пользуется подавляющее число христиан России сейчас, был предпринят не по инициативе церкви и не по инициативе каких-либо церковных деятелей. То есть, не было решения, синода, или даже вот инициативы какого-то митрополита, или архиепископа, или, скажем, духовной академии и так далее. Ничего подобного не было. Инициатива создания перевода Библии на русский язык принадлежит императору Александру I, который буквально за несколько лет до этого был совершенно равнодушным к религии человека. Вот это факт совершенно потрясающий. То, что церковь в свое время не озаботилась, или во всяком случае иерархия, церковное начальство, будем так говорить, не озаботилась этой проблемой. И эта проблема была решена через человека светского, равнодушного в то время к религии, и решена достаточно успешно. Да, но мне кажется, это на протяжении всей истории почему-то так было, да? То, что, в общем-то, если церковь, она где-то молчала и где-то вот зацикливала свои деятельности, то тут инициативу брали уже люди, которые имели какое-то государственное положение. Ну, я думаю, что инициативу на самом деле брал Бог. Ну, да, я имею в виду в людях. Но действовал он через светских людей, не имеющих официального церковного положения. Ведь написано в Писании, что если вы умолкнете, то заговорят камни. Камни, да. Вот. Вот камни и заговорили. Можно вспомнить историю перевода Библии на английский язык, где самый известный перевод и самый почитаемый, так называемый перевод короля Якова, это фактически была инициатива частного человека, которого за это сожгли. Каким же образом тогда Анатолий Александрович к, значит, Александру Первому вдруг пришла такая идея заняться переводом Библии? Ну, он лично не занимался переводом Библии, он... Ну, дал распоряжение. Да, дал распоряжение, проявил инициативу. Но здесь есть определенная предыстория. Дело в том, что Александр воспитывался своей бабушкой Екатериной на идеях французских просветителей 18 века. Вольтера, Руссо, Дидоро и так далее. И он рос в атмосфере атеизма. Все эти французские просветители, они либо отрицали Бога, либо говорили, что Бог настолько далеко, что Он вообще не вмешивается в земные дела, и человек не имеет к нему, так сказать, личного отношения. Вот. А устраивать жизнь надо без Бога. Ну, и далее произошла, так сказать, французская революция, и ее последствия также всем известны. Так вот, Александр воспитывался именно на этих идеях. Его воспитателем был швейцарист Лагарб, который ему, вот, внушал, так сказать, идеи прогресса. Да, да, и принципы вот этих жизней. И этих принципов жизни, да. И Александр в юности ничего не знал фактически ни о религии, настоящей вере во Христа, ни о Библии. Конечно, у него был официальный законоучитель, протеерей Самборский, но это был человек очень светский, и Екатерина нарочно подобрала такого законоучителя, который бы никак не повлиял, так сказать, в религиозном, так сказать, отношении на своего воспитанника. Я вот прочитаю вот эту предысторию, в какой обстановке воспитывался Александр из книги Георгия Чулкова «Императоры». В чем Александр мог найти оправдание своей жизни? Где он мог искать смысл от тех противоречий, каким он сам пришел? Филантропические идеи его воспитателей решительно ничего не объясняли. Все это было очень отвлеченно и добродетельно, но Александр чувствовал, что надо что-нибудь посерьезнее. Бритый протеерей – это Самборский. Так же мало как и Лагарб приблизил его к истине. К религии в те годы Александр был равнодушен. О народной церкви он не имел никакого понятия, и подвижники, ушедшие в глухие леса и далекие пустыни, были ему неизвестны. Зато он познакомился с заседавшими в синоде архиереями, и едва ли эта официальная и внешняя церковь могла ему внушить к себе уважение. В начале XIX века положение духовенства было унизительное. Священники были совершенно бесправны. 22 мая 801 года Александр издал манифест о освобождении священников и диаконов от телесного наказания. Необходимость манифеста показывает, в каких невыносимых условиях жило тогда духовенство. Судьи то и дело приговаривали пастырей к наказанию кнутом на площадях. Легко представить себе, как малоавторитетны были несчастные попы в глазах населения. Да. Далее. Сметы на содержание академий, семинарий и духовных училищ были ничтожны. Бытовые условия учащихся воистине ужасны. Однако в научном отношении тогдашние духовные учебные заведения не всегда были плохи. А суровый до жестокости режим закалял характеры. В начале царствования Александр председателем сенотской коллегии был митрополит Амвросии, любимец Екатерины. Царице и ее вельможам пришелся по вкусу этот епископ, умевший пышно и широко пожить. Он прославился нарядностью богослужения и веселыми пирами на архиерейской даче. Он был большой поклонник искусства и собрал значительную коллекцию картин. А кто окружал этого светского архипасторя? Большинство епископов было бессловесно, иногда буквально. Например, Варлаам грузинский, не знавший русского языка, сидел в синоде, как безмолвная кукла, и подписывал все, не читая. Духовник государя, протопресвитер Петрович, по словам оберпрокурора Яковлева, был добрый и глупый человек, чрезмерно преданный бахусу, то есть пьяница. Павел Азерецковский, оберсвященник армии и флота, отличался невыгодной для него репутацией корыстного, наглого и лукавого попа. Ириней, архиепископ Псковский, замечательный ученый, знаток греческого языка, переводчик и комментатор Григория Назиандзина и других столпов христианской мысли, совершенно не интересовался общественными делами и в часы досуга от ученых занятий склонен был служить Богу совсем не христианскому, то есть тому же вакху, каковым увлекался и духовник царя, то есть тоже был пьяницей. Архиепископ Ярославский Павел, человек очень умный и образованный, тратил свои способности на разные интриги и был золом, мстителен и корыстен. Сам оберпрокурор Яковлев, это был светский человек, давший такие нелестные характеристики епископам, был назначен Александром по рекомендации Новосильцева. Этот Яковлев оказался типичным бюрократом и формалистом. Он называл себя единственным честным человеком среди сонмограбителей и разбойников. Но этот честный человек не мог, конечно, по-настоящему содействовать нравственному обновлению иерархии. Вот такая обстановка была, когда Александр вступил на престол. Это, можно сказать, банда целая, да? Да, и неудивительно, что он был равнодушен к религии. И не только он был равнодушен к религии, к вере, к церкви. Было равнодушно, если не все общество, то все высшее общество. Вся аристократия за малым, может быть, исключением. И вот мы уже читали об обер-прокуроре Священного Синода Яковлеве. И видим его отношение, так сказать, к своим, так сказать, подопечным. Но через пару лет на этот пост обер-прокурора Священного Синода был назначен князь Голицын. И это было еще более интересное зрелище. Маленький князь, наперстник юного Александра, баловень прекрасного пола, в роли обер-прокурора Святейшего Синода, зрелище, конечно, весьма любопытное. Назначить такого человека на подобный пост можно было при полном равнодушии к судьбам церкви. Александр не мог даже предвидеть, что его веселый собеседник заинтересуется когда-нибудь темой религии. Правда, быть может, было бы лучше, если бы этот эротуман так и оставался игривым бесстыдником и не совал носа в чуждую ему область. Но, видно, таков был в фатум истории. В октябре 1803 года, по крайней мере, Голицын не имел никакого представления ни о православии, ни о христианстве, зато он был вежлив и благожелателен не в пример своему предшественнику Яковлеву. Вот его назначили на этот пост из-за вежливости, потому что предыдущий был грубияным и солдафоном, и бюрократом. А этот был вежливый, веселый, такой легкий по характеру человек. То есть тут вопросы идеологии не затрагивались даже, по сути дела. Абсолютно. Вот такая была предыстория. В такой обстановке рос Александр, и вот такое отношение к христианской вере господствовало у аристократии. Незавидная, так скажем. Очень даже. Но, слава Богу, обстановка скоро изменилась. И изменилась она в связи с нашествием Наполеона. Вот каким образом Александр обратился к Библии? Сейчас мы прочтем. Кстати, эти события произошли ровно 190 лет тому назад, зимой 1812 года. В то время как Рок увлекал Наполеона, и он шел неудержимо к Москве, наши полководцы, худо сознавая конечную цель своей тактики, отступали все дальше и дальше. Всем все казалось непрочным, и все готовы были поверить в самое неожиданное и фантастическое. Боялись вражеской диверсии на Петербург, и правительство распорядилось о постепенном вывозе сокровищ из северной столицы. Жители Петербурга, чувствуя, что все непрочно, тоже готовились к отъезду. И чем ближе были петербуржцы ко двору и к особе государя, тем они были тревожнее и беспокойнее. Никому в голову не приходило устраивать прочно свой петербургский быт. Но был один близкий император и человек, который как раз в это время вздумал строить себе в столице новый дворец. Это был князь Александр Николаевич Голицын. Императору же шептали на ухо, что князь Голицын изменник и ждет Наполеона, не боясь за свою новую недвижимую собственность. Александр не верил этим сплетням, но все-таки посетил однажды своего старого приятеля и спросил его, что этому вздумалось в такое смутное время заняться сложной постройкой. Когда-то веселый забавник и грешный ловелас, князь Голицын теперь слыл мистиком и вместо непристойных французских книжек читал Библию, ища в ней аллегорического смысла. И на этот раз Голицын сказал Александру, что он не боится Наполеона, ибо он полагается на промысел Божий. Маленький князь протянул руку к Библии, лежавшей на столе, но тяжелая книга упала на пол, развернувшись как раз на той странице, где был 90-й псалом. Голицын объяснил Александру, что эта страница открылась не случайно, а по воле небесных сил, и Александр с немалым интересом прочел этот псалом, которого он не знал до той поры. Протерей Самборский забыл познакомить своего воспитанника с творениями вдохновенного Давида. Впоследствии Александру некогда было заниматься подобными вещами, а в церкви псаломщики читали все так гнусаво, что Александр давно уже утратил надежду что-нибудь понять в этих славянских чтениях, и обыкновенно размышлял в церкви о текущих мирских делах. Этот анекдот не был, однако, исчерпан эпизодом с упавшей на пол Библией. За ближайшей церковной службой император услышал опять знакомый, теперь славянский текст, и на этот раз уразумел его. Тогда он решил, что это вторичное чтение псалма провиденциально. Ему захотелось прочесть Библию, доселе нечитанную, но все полки в дворцовой библиотеке были загромождены многотомными сочинениями Вольтера, Руссо, Дидром, Антеске, Мабли, попадались в руки порнографические книжки Лафонтена, игривые стишки Парни, другие приключения всевозможных бесстыдников XVIII века, но Библии не было. Тогда Александр вспомнил, что его жена Елизавета Алексеевна как будто интересуется религией. В самом деле, у этой забытой мужем императрицы нашлась желанная книга. Само собой разумеется, что это была не славянская Библия, а французский перевод католической вульгаты. Впоследствии Александр говорил, «Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяет жажду моей души. Господь по своей благости даровал мне своим духом разуметь то, что я читал. Этому-то внутреннему назиданию и озарению обязан я всеми духовными благами, приобретенными мною при чтении Божественного Слова». Вот в какой обстановке Александр начал читать Библию. И, кстати, мы уже отмечали, что князь Голицын был эротоманом, лавеласом, веселым забавником. Сейчас таких людей зовут плейбой. Но вот Бог его каким-то образом подвиг на то, чтобы начать читать Библию. Мы не знаем, вернее, не будем сейчас рассказывать о том, как он к этому пришел, но то, что от него этого было никак нельзя ожидать, об этом мы уже читали. Что он не имел никакого представления ни о православии, ни о христианстве, но зато был вежлив и благожелателен. Может быть, за это как-то смог Бог его вот так зацепить? Об этом мы сейчас говорить не будем. Это, может быть, отдельная тема. Ну да, нам больше сейчас Александр интересен. Так вот, мы все знаем дальнейшие события войны 12-го года из курса школьной истории. Но многие не знают, что эти события были также связаны с Библией. Гибель вражеской армии внушал Александру мысль, что какие-то неведомые силы спасают Россию. Куда в самом деле исчезают части наполеоновской армии одна за другой? Когда русские настигают французов, трудно решить, на чьей стороне остается в этих столкновениях военное преимущество. А между тем французская армия как будто проваливается в неизмеримое пространство России. Французские, польские, итальянские, немецкие отряды то и дело сбивались с пути в волшебной снежной мгле и сами спешили навстречу гибели, отдаваясь сотнями и тысячами казакам и даже мужикам и бабам, вооруженным косами и ножами. Александр видел, что Бог, которого он начал познавать через Библию, помогает России. Это не он, это Бог спасает Россию через Библию. Ну да. А вот, простите, вот буквально у меня такая мысль пришла сейчас. Ведь очень много говорили именно о гражданской войне. Но, наверное же, все-таки, вот я так думаю, должно было что-то духовное произойти в царе, прежде чем наполеоновская армия будет изгнана с территории России. Действительно? До этого же тоже партизаны были, до этого же тоже они с вилами, там, с топорами воевали против наполеоновской армии. Да, совершенно верное замечание. Мы читаем, что, читая Библию, Александр все более и более убеждался в своей духовной слабости и нищете. Что он значит перед лицом величайших событий? Смеет ли он занять место вождя русской армии? Надо смиренно подчиниться голосу народа. Все уверяют, что нужен главнокомандующий с русским именем, любыми солдатами. Это Кутузов, младший товарищ Суворова. И Александр назначил Кутузова главнокомандующим. И далее мы знаем, что произошла Бородинская битва, Наполеон занял Москву, сжег Кремль, и Александр получил вот это известие. И вот, что с ним произошло. 7 сентября Александр получил краткое донесение о том, что Кутузов решил оставить Москву. Император удалился к себе в кабинет, и всю ночь Камердинер слышал его шаги. Утром он вышел из кабинета, и все заметили, что у императора в волосах немало седых прядей. Императрица-мать и братец Константин в истерике упрекали императора за то, что он не спешит заключить мир с Бонапартом. Патриоты негодовали на иной лад. Повсюду Александр встречали недоумевающие, злые или смущенные взгляды. Сама Екатерина Павлана, это его сестра, писала ему из Ярославля. «Занятие Москвы французами переполнило меру отчаяния в умах. Недовольство распространено в высшей степени, и вас самого отнюдь не щадят в порицаниях. Вас обвиняют громко в несчастье вашей империи, в разорении общим и частным. Словом, в утрате чести страны и вашей собственной». Полковнику Мишо, который привез императора официальное известие о занятии Москвы французами, Александр сказал, «Истощи все средства, которые в моей власти, и отпущу себе бороду, и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы, коих умею ценить». А на другой день он писал шведскому наследнию принцу по поводу занятия Наполеоном Москвы. «После этой раны все прочие ничтожны. Ныне более, нежели когда-либо, я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погрести себя под развалинами империи, нежели примириться с Аттилою новейших времен. И тщетно без лести преданный Арахчеев молил своего хозяина принять предложение Наполеона о мире». Вот это тот духовный кризис и возрождение, которые произошли с Александром именно в это время, в 1812 году. То время, когда судьба России, как независимого государства, висела на волоске. И именно через Библию, данную императору, и открытую для его понимания, Бог спас Россию. И Александр прекрасно отдавал себе в этом отчет. Когда он предпринял свой заграничный поход, и в результате этого похода русские войска заняли Париж, вот что с ним происходило. «Теперь он был властелином Европы. Короли и принцы толпились в его приемной, волнуясь и дрожа за свои короны и прерогативы. Александр был на вершине своей славы, но он знал, что все это суета-сует и всяческая суета. Он, Александр, не забыл взять с собой в поход Библию и, ложась на свою жесткую постель, с твердым валиком под головой вместо подушки, всегда читал эту удивительную книгу, назидательную для всех, для нищих и богатых, рабов и царей». Кстати, можно отметить, что в то время Россия находилась на вершине своего могущества. То есть не до этого, не после этого Россия находилась на такой высоте в мире. То есть военно-политические успехи России в это время достигли апогея. Никогда за всю российскую историю авторитет нашего государства не был столь высок, как в это время, в 1814 году. Ну, еще бы, конечно, пройти всю Европу до самой Франции и вот все эти государства, которые сейчас там находятся, это трудно представить себе сейчас. А причем с чего начинали? Да, начинали с полной разрухи в стране. Христиане не понимают, в чем, собственно, смысл евангельского учения. Они служат молебны, они с посланий дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь. Они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз, а между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий. С этой целью 6 декабря 1812 года было основано библейское общество. На первом собрании в доме князя Голицына заседали люди, самые разнообразные и друг другу чуждые. Пастор англиканской церкви Пит рядом с католическим митрополитом Сестринцевичем, голландский пастор Янсен рядом с обергофмейстером Кошелевым, агенты Великобританского библейского общества Паттерсон и Пинкертон рядом с православными епископами. Тут были митрополит Петербургский Амвросий, архиепископ Минский Литовский Серафим и ректор Петербургской Духовной Академии архиепископ Филарет, впоследствии знаменитейший митрополит Московский. По поводу этого собрания Александр писал Голицыну. «Я придаю ему, библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Эта всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение». Кстати, он сам стал членом библейского общества и делал большие пожертвования на библейское дело в России. 25 тысяч рублей единовременно, по 10 тысяч рублей ежегодно и, кроме того, подарил обществу два особняка. Один в Петербурге, а другой в Москве. И все это из личных средств, не из государственного бюджета. А далее, когда он уже был на вершине своей славы, ведь он предпринял вот эту инициативу учреждения библейского общества по совету князя Голицына в момент величайшей разрухи. Время, казалось бы, самое неподходящее. Вот что пишет об этом тот же Георгий Челков. «За год войны было взято на военную службу более миллиона крестьян, распространялись эпидемии, население было разорено, целый ряд губерний был опустошен пожарами и грабежами. И в это трудное время Александр предпринимал новую кампанию». То есть вот этот поход на Париж. В это же время он предпринимал и еще одну духовную кампанию учреждения библейского общества. Вот многие люди говорят о том, что когда кризисы в стране, нужно экономику поднимать. Но вот Александру... Надо поднимать дух. Надо дух, да, чтобы люди смогли уже воспрять духом и трудиться. И вот когда Бог поднял дух Александра, и он достиг выдающихся военно-политических успехов, взял Париж, был властелином Европы, и в конце 1815 года он возвратился в Петербург, уже победителем. По возвращению государя из-за границы в конце 15-го года его величеству преподнесено было от имени российского библейского общества князем Голицыным, президентом РБО, по одному экземпляру каждого из напечатанных изданий, книг священного писания на разных языках. Там были библии на армянском языке, на татарском языке, на латышском языке, на калмыхском языке, но не было библии на русском языке. И Александру показалось это весьма странным. Он обиделся за русских. Почему это русский народ лишён возможности читать священное писание на своём языке? Калмыки его имеют, а русские нет. Да, это очень странно. Да, ему стало за державу обидно. Обидно за русский народ. И вот, что он повелел, что ему было благоугодно. Вслед за тем, государю-императору благоугодно было по собственному движению сердца своего, всегда преисполненного, благотворной попечительности, об истинном благе, любезных ему россиян, и глубоко убеждённого, во всеобщей великой пользе, от чтения слова Божия приобретаемой, повелеть президенту российского библейского общества, дабы предложил священному синоду искреннее и точное желание его величества доставить и россиянам способ читать слово Божие на природном своём российском языке, якобы разумительнейшем для них славянского наречия, на коем книги священного писания у нас издаются. И исполняя сие священное желание его императорского величества, президент российского библейского общества в своём качестве оберпрокурора священного синода предложил оному, то есть священному синоду, 28 февраля мысли и волю государя. Вот как это было. Интересно. То есть получается то, что тогда, когда церковь, она находилась вот в таком состоянии, вот как вы ранее читали, Анатолий Александрович, то тут уже пошли в ход действия царя, тех людей, которых Бог сам, можно сказать, реставрировал, что воздвиг. Воздвиг, да. И вот они уже начали двигать просветительскую деятельность, ведь, наверное, вот за эти 3-3 года. Совершенно верно. Когда церковь не занималась, или занималась очень мало просветительской деятельностью, миссионерской деятельностью, евангелизацией, Бог воздвиг людей совершенно равнодушных религий к вере, не имеющих никакой, можно сказать, подготовки, церковной, не знаю, христианской, религиозной, дал им в руки Библию, открыл эту Библию для их понимания, и через них начал осуществлять свои планы. Вот это еще раз, наверное, доказывает о том, что насколько велик Господь, что те люди, которые вот закостенели в каких-то своих понятиях, они не способны воспринимать новое какое-то Божие движение. К сожалению, история показывает, что это так. А что же вот дальше произошло? Как дальше вот этот синодальный перевод, вот то, что вы сейчас рассказывали, вот именно на русском языке, что же с ним-то дальше происходило? Ну, дело в том, что в Синод было внесено предложение оберпрокурорам от лица императора. Да, это серьезное. Это серьезное предложение, от которого очень сложно отказаться. Но произошло так, что синод фактически от него отказался. Ох, они это впали в немилость к царю, наверное. Ну, правда, сделано это было весьма дипломатично и вежливо. Синод поручил комиссии духовных училищ выбрать тех людей, которые способны к переводу священного писания на русский язык. То есть прямо, так сказать, отказать императору было невозможно. И с тем, чтобы они переводили священное писание. Но вот эту всю деятельность по переводу и дальнейшему изданию, распространению Синод от себя отклонил. Вот как мы читаем в книге Честовича «История перевода Библии на русский язык». Таким образом, святейший Синод отклонил от себя одобрение русского перевода к печатанию и изданию его. То есть он уклонился от выполнения воли государя и припроводил вот это поручение в российское библейское общество. То есть было сказано, вот у нас есть библейское общество, вот пускай оно и этим и занимается. Финансирует, организует, издает, распространяет. Они не стали в оппозицию, да, наверное, перевода Библии? Да, они не стали в жесткую оппозицию перевода Библии. Там были разные люди с разными мнениями. Одни были за, другие были против, третьи, так сказать, колебались там и так далее. Но у Синода не было, так сказать, единого воли, единого решения. И вот выбран был такой, так сказать, компромисс. Вот, или не знаю. Смогут, пусть переводят. Не смогут, но и ничего страшного. Да, и мы как бы за это не отвечаем. Потом же это же надо работать. Ну да, судя по тому контингенту, который там был, там никто не хотел, наверное, работать. Конечно. Это же надо работать. Это надо организовывать. Это надо, так сказать, финансировать. Это надо продвигать. Это надо проверять, рассматривать. Это надо редактировать. Это колоссальная работа. Колоссальная работа. А зачем? Вот, пускай Библейсков сделает это. А мы посмотрим. Да, ну, а вот, что дальше происходило? Вот, на российское библейское общество, значит, возвалили вот эту вот ответственность, этот груз. И как они начали вот с этим справляться? Библейское общество с радостью приняло на себя эту ответственность. И в немалой степени благодаря тому, что нашелся иерарх или церковный деятель, который проникся вот этим желанием переводить Библию на русский язык, организовать весь этот процесс, это был в то время архимандрит, впоследствии митрополит Филарет Дроздов. В 2002 году он был канонизован архиерейским собором русской православной церкви. То есть сейчас он святой в русской православной церкви. Но тогда его деятельность встречала очень сильное сопротивление. Так вот, этот архимандрит Филарет, ректор Петербургской духовной академии, возглавил вот эту работу по переводу Нового Завета, начали с Нового Завета на русский язык. И он сам переводил Евангелие от Иоанна. Другие преподаватели академии переводили другие части Нового Завета. Например, Петербургский переводил Евангелие от Матфея. И в Коре было переведено Евангелие, четверо Евангелия. А к 1821 году весь Новый Завет. Вернее, в 1821 году закончился этот перевод. И интересные, между прочим, принципы перевода были утверждены в начале этой работы. И эти принципы тоже не всем известны. Я позволю себе некоторые принципы зачитать. Здесь есть чисто технические правила. Допустим, что нельзя переносить слов из одного стиха в другой. Одно слово можно переводить двумя и обратно, если не обойтись без этого по свойству языка. Ну, то есть эти вещи чисто такие переводческие. Простите, Анатолий Александрович, они переводили с оригиналов, либо они переводили со славянского языка? Это очень интересный вопрос, и сейчас мы на нем остановимся. Но я хочу привести два принципа, которые очень удивительным образом совпадают с современными принципами перевода священного писания на русский язык. В частности, с теми, которые мы приняты сейчас в российском библейском обществе. Так вот, величие священного писания состоит в силе, а не в блеске слов. Из всего следует, что не должно слишком привязываться к славянским словам и выражениям ради мнимой их важности. Тщательно наблюдать должно дух речи, дабы разговор перелагать слогом разразговорным, повествование повествовательным и так далее. Главные качества перевода соблюсти должны следующие и в следующем порядке. Во-первых, точность, во-вторых, ясность и, в-третьих, чистоту. Близко к смыслу текста. То есть, уже тогда была предпринята попытка сделать смысловой перевод и не привязываться к словам славянским ради мнимой их важности. И это, эти принципы разработал митрополит Филарет, святой русской православной церкви. Великолепные принципы, конечно. Да, возродить совершенно нечего. Вот, по вопросу базового текста, с чего переводили. Переводили, конечно, с греческого, с подлинника. Потому что, хотя вот тогда училища и духовные учебные заведения были в ужасном состоянии, но в научном отношении, как мы читали, они были совсем неплохи. И из них вышли многие примечательные люди, в том числе и митрополит Филарет. А жестокие условия закаляли характеры. Да, если их пороли, конечно, там прилюдно. Так вот, здесь говорится о том, что следует считать при переводе оригиналом. Я опять же цитирую. Греческого текста, как первоначального, держаться в переводе преимущественно перед славянским. Но слов, избыточествующих в славянском, не исключать из текста, а токмо отмечать их знаками. Это сложно выраженное определение означает именно то, что при непременном обращении к греческим текстам настоящим оригиналом все-таки был церковно-славянский текст. То есть, такой вот... Заговыристо. Да, очень заковыристо. Вроде бы переводили с греческого, но если в греческом чего-то нет, а в славянском есть, это надо оставлять. Ой, это получается с разъяснениями, толкованиями, да, славянскими? Фактически так. Были названы случаи, в которых обязательно следовало употреблять славянские слова и выражения. А именно, если недостает соответствующих русских слов, или соответствующие русские слова не принадлежат к чистому книжному языку. То есть, если слова кажутся, ну, какими-то... Просто народными. Просто народными, вот. То надо обязательно их... То есть, сохранять обязательно надо славянские слова и выражения. Чтобы пафосность такую, да, придать некую, если это необходимо. Совершенно верно. Вот я просто приведу пример. Это, правда, из перевода псалтири. Что считали тогда просторечными словами, грубыми словами и подлежащими заменой на церковнославянские? Вот в 11-м псалме есть второй стих. И первоначально перевели этот стих «Живущий на небесах, улыбается Господь, смеется им». Улыбается, смеется. Да, очень доступно. Очень доступно. Но слово «улыбается» было признано грубым. Вот. И предложили заменить его другим, более приличествующим. И заменили на слово «осклабляется». Вот. Это вот пример. То есть, улыбается, но вот нельзя. Грубо. Слишком низко для перевода Библии. Вот. Надо «осклабляется». Да, ну а теперь, если такое слово читать, то сам заулыбаешься, засмеешься. Да. Вот таким образом и переводили. То есть, переводили с греческого, но при непременной сверке со славянским. И если в славянском что-то есть, а в греческом нет, всё-таки надо держаться славянского. И если какие-то слова кажутся, так сказать, несколько просторечными, не принадлежат эти слова к чистому книжному языку, то надо заменять на славянский. Вот так. Ну, и вот как они дальше-то в этом во всём двигались? Вот они начали, вот у них есть принципы, вот у них есть какие-то... Ну, во-первых, у них есть стремление закончить это, да? Вот у них есть принципы. Может быть, какие-то ещё интересные факты вот при переводе были, вот при Александре Первом? Дело в том, что вот этот перевод Нового Завета на русский язык можно приобрести. Российское библейское общество пару лет назад его переиздало. Причём переиздало репринтным образом. Просто вот воспроизвело так, как это было напечатано в 1824 году. Эта книга продаётся, и к ней есть предисловие. Очень интересное предисловие об истории вот этого перевода, так сказать. И там сравнивается этот перевод, который лёг в основу синодального, с синодальным. И, в частности, говорится, что... Простите, Анатолий Александрович, то есть получается то, что вот тот перевод, это ещё не синодальный перевод. Я просто... Это не синодальный перевод. Это ещё не синодальный перевод. Впоследствии, так сказать, он стал основой для синодального перевода. То есть синодальный перевод, это примерно, ну, не знаю, на 95% это перевод российского библейского общества. В части вот Нового Завета, Псалтирии и первых восьми книг Ветхого Завета. Вот то, что успели перевести до того, как библейское общество закрыли. Но, конечно, нельзя говорить о полной тождественности. И вот здесь в предисловии этого издания говорится, какие отличия. Ну, отличия в основном такие, что этот перевод был более смелым, чем синодальным. Он более был приближен к разговорному языку. И когда все-таки его пересматривали уже во второй половине XIX века, его еще более заславинизировали. Хотя, в общем-то, и первоначально влияние славянским было очень большое. Вот. И, в частности, вот предисловие, оно очень интересное говорится. Следование в целом славянскому тексту фактически целиком и полностью освободило переводчиков от самостоятельного решения богословских вопросов в новом переводе. Прежде всего, к этому результату привело усвоение традиционной религиозной терминологии, которая, будучи по своему происхождению церковнославянской, к тому времени была уже вполне освоена русским языком. Первый русский перевод дал традиционной церковнославянской терминологии права гражданства в русском языке. Таким образом, вслед за этим переводом мы до сих пор употребляем термины вознесения, воскресения, грех, крещения, покаяния, утешитель. И не всегда догадываемся, что греческий оригинал и словообразовательные возможности русского языка позволяет для этих привычных обозначений найти иную лингвистическую оболочку. То есть, вся терминология в синодальном переводе это славянская терминология. Хотя, по-русски, то или иное понятие, ключевое понятие Библии, можно выразить и по-другому. Интересно получается. Получается, что мы сейчас, то, что привыкли использовать эти слова, которые вы сейчас сказали, утешить или так далее, то есть, их можно вообще по-другому понимать? Конечно. Утешитель или утешитель, это вот в современном русском понимании, это вот человек, который вытеряет слезы, гладит по головке. Человек горюет, какая-то у него беда и так далее. Ну, вот кто-то сидит, его говорит, ну, ничего, перемелется, стерпится, слюбится и так далее. Ну, вот что-то в таком духе. Ну, да. Более приближенное такое к реалиям жизни. А между тем, значение греческое слово несколько иное. Это тот, кто находится рядом и тебе помогает, поддерживает тебя, укрепляет, делает тебя стойким, ободряет. То есть, вот что произошло с Александром, когда он начал читать Библию? То есть, из человека полного сомнения и страха он превратился в такого стойкого бойца. То есть, преобразующего. Да, он преобразует. Он не то, что вот гладит по головке и слезки вытирает, он делает человека стойким, он делает человека, я хочу сказать, полного веры, оптимизма, надежды. Вот что такое утешитель. А не тот, кто вот утешает. Да, это совершенно, в общем-то, можно сказать, даже и другой смысл-то. Конечно, другой. Но люди любят то, к чему привыкли. Вот мы так привыкли, наши отцы так делали, и мы будем этого держаться. А то, что там в Писании написано, это дело десятое. И какой в этом смысл? Вы прям, Анатолий Александрович, какие-то реформаторские такие вот вещи говорите. Да, я говорю только о том, что... Это факты, в общем-то. Да, я просто излагаю факты. Там реформаторские, нереформаторские уже, так сказать, последствия. Вот. А факты именно такие. А вот какова реакция же была вот на вот такой перевод русский? Я тоже не буду говорить своими словами, а зачитаю из официальных документов. Евангелие на российском языке, ожиданное с нетерпением, принято с чрезвычайным удовольствием и умножило еще более желание читать Слово Божие. По всему видно, не обиновенно сказать можно, неложным образом, что мысль об издании Священного Писания на российском языке есть внушение того, которым и Писание само даровано человеком. И нельзя не упомянуть здесь о той радости, с какой приемлются единоплеменниками нашими сии книги словес Господних на природном, в разумительном для всякого языке, не изъяснить той пользы, какой от того ожидать можно. Таковая польза наиболее предвидится для юношества, которое снабжается сими книгами. Поистине можно сказать, что дело перевода сего есть величайшее благодеяние для российского народа и издревле наклонного к благочестию и всегда жаждущего просвещения духовного, божественного. Очень хороший отзыв об этом. Но были и другие голоса. И не всегда обязательно от каких-то абскурантов и ретроградов. Вот, например, был такой деятель, известный государственный деятель, реформатор, Михаил Михайлович Спиранский, член Госсовета. Кстати, он был членом российского библейского общества. А вот он писал своей дочери так. Сегодня, во время обыкновенного моего утреннего чтения, вместо греческого моего завета, мне вздумалось читать Евангелие в новом русском переводе. Какая разность, какая слабость в сравнении со славянским. Может быть, и тут действует привычка, но мне кажется, все не так и не на своем месте. И хотя внутренне я убежден, что это все одно и то же, но нет ни той силы, ни того услаждения. Вообще, я никогда не смел бы одобрить сего уновления. Знаю, что оно сделано с наилучшими намерениями. Может быть, для тех, кои не привыкли к славянскому языку, это услуга. Но для чего бы, кажется, не оставить их привыкнуть? Это стоит труда. Никогда русский простонародный язык не сравнится со славянским. Ни точностью, ни выразительностью форм совершенно греческих. И рече Бог да будет свет и бысть свет. И сказал Бог, чтобы был свет и был свет. Сравнись и два перевода. В одном есть нечто столь быстрое, столь точное. В другом все вяло, неопределенно, вульгер. Вот как отзывался один из образованнейших людей в своей времени. Он, кстати, читал греческий в оригинале. Да, да. То есть, Новый Завет в оригинале на греческом. Вот, так что... И отозвался, что вульгарно получилось. Получилось вульгарно, ему не нравилось. Но, конечно, преобладающие отзывы были положительные, и это писание распространяется громадными тиражами. Было издано свыше 100 тысяч экземпляров и распространено Нового Завета и Псалтирии. По тем временам, это колоссальная цифра. Произведения Пушкина печатались, в лучшем случае, пятитысячными тиражами. А Новый Завет печатался двадцатипятитысячными. То есть, обычно печатали двадцать тысяч в Петербурге и пять в Москве. И вот прошло четыре тиража до тех пор, пока библейское общество закрыли. Вот сейчас модно рассуждать о том, что судьба России неразрывно связана с православной церковью. И многие говорят о том, что вот когда была татаро-монгольская ига, и Дмитрий Донской решился противостоять Мамаю, то он попросил благословения у Сергия Радонежского. И Сергий Радонежский благословил его на эту битву и дал ему в помощь двух монахов Пересвета и Ослябия. И по этому благословению Дмитрий Донской нанес поражение войску монголо-татар. И до сих пор русский народ помнит о Куликовской битве. Это один из величайших праздников России. В девятнадцатом веке Россия находилась в очень сложном положении. Это было нашествие Наполеона. Судьба России как государства висела на волоске. И об этом мы можем прочитать где угодно, в «Войне и мире», в других произведениях. Я сегодня буду зачитывать некоторые отрывки из книги Георгия Чулкова. Это известный писатель начала двадцатого века. Он написал такой труд, который называется «Императоры психологические портреты». И в частности, он написал психологический портрет, биографию, можно сказать, императора Александра. И я уже некоторые отрывки читал до этого, но, повторю еще раз, поскольку это непосредственно связано с Днем Библии. Вот до этих событий Библия в России, хотя она и существовала, но она была принадлежностью или использовалась только очень узкой группой людей. Народ не знал Библии. Только те люди, которые знали славянский язык, в основном это были священники, богословы, ученые, очень небольшая часть народа, она действительно Библию знала и использовала. Но в целом народ Библии не знал. И вот когда произошло нашествие Наполеона, вот как об этом пишет Георгий Чулков. Страшные события, надвигавшиеся на Россию, пугали воображение и смущали сердце. Имеется в виду сердце императора Александра. И вот что с ним произошло. В то время, в то время, как Рок увлекал Наполеона и он шел неудержимо к Москве, наши полководцы, худо сознавая конечную цель своей тактики, отступали все дальше и дальше. Всем все оказалось непрочным и все готовы были поверить в самое неожиданное и фантастическое. Боялись вражеской диверсии на Петербург и правительство распорядилось о постепенном вывозе сокровищ из северной столицы. Жители Петербурга, чувствуя, что все петербургцы ко двору и к особе государя, тем они были тревожнее и беспокойнее. Никому в голову не приходило устраивать прочно свой петербургский быт, но был один близкий император и человек, который как раз в это время вздумал строить себе в столице новый дворец. Это был князь Голицын. Императору уже шептали на ухо, что князь Голицын изменник и ждет Наполеона, не боясь за свою новую недвижимую собственность. Александр не верил приятеля и спросил его, что это ему вздумалось в такое смутное время заняться сложной постройкой. Когда-то веселый забавник и грешный ловелас, князь Голицын теперь услул мистиком и вместо непристойных французских книжек читал Библию, ища в ней аллегорического смысла. И на этот раз Голицын сказал Александру, что он не боится Наполеону, ибо он полагается на промысел Божий. Маленький князь протянул руку к Библии, лежавшей на столе, но тяжелая книга упала на пол, развернувшись как раз на той странице, где был девяностый псалом. Голицын объяснил Александру, что эта страница открылась не случайно, а по воле небесных сил, и Александр с немалым интересом прочел этот псалом, которого он не знал до той поры. Протеиарей Самборский забыл познакомить своего воспитанника с творениями вдохновенного Давида. Впоследствии Александру некогда было заниматься подобными вещами, а в церкви псаломщики читали все так гнусаво, что Александр давно уже утратил надежду что-нибудь понять в этих славянских чтениях и обыкновенно размышлял в церкви о текущих мерзких делах. Этот анекдот не был, однако, исчерпан эпизодом с упавшей на пол Библией. За ближайшей церковной службой император услышал опять знакомый теперь славянский текст и на этот раз уразумел его. Тогда он решил, что это вторичное чтение псалма провиденциально. Ему захотелось прочесть Библию, доселе нечитанную, но все полки в дворцовой библиотеке были загромождены многотомными сочинениями Вольтера, Руссо, Дидеро, попадались в руки порнографические книжки Ла Фонтена и другие приключения всевозможных бесстыдников 18 века, но Библии не было. Тогда Александр вспомнил, что его жена Елизавета как будто интересуется религией. В самом деле у этой забытой мужем императрицы нашлась желанная книга. Само собой разумеется, что это была не славянская Библия, а французский перевод католической вульгаты. Впоследствии Александр говорил, я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяет жажду моей души. Господь по своей благости даровал мне своим духом разуметь то, что я читал. Этому-то внутреннему назиданию и озарению я обязан всеми духовными благами, приобретенными мною при чтении Божественного Слова. И дальше, читая Библию, Александр все более и более убеждался в своей духовной слабости и нищете. Что он значит пред лицом величайших событий? Смеет ли он занять место вождя русской армии? Надо смиренно подчиниться голосу народа. Все уверяют, что нужен главнокомандующий с русским именем, любимый солдатами. Это Кутузов, младший товарищ Суворова. И Александр назначил Кутузова главнокомандующим. Мы знаем, что потом произошла Бородинская битва и Наполеон занял Москву. И не только занял Москву, но и сжег Москву. И вот что об этом мы читаем. 7 сентября Александр получил через Ярославль краткое донесение графа Ростопчина о том, что Кутузов решил оставить Москву. Император удалился к себе в кабинет и всю ночь Камердинер слышал его шаги. Утром он вышел из кабинета и все заметили, что у императора в волосах немало седых прядей. Императрица-мать и братец Константин в истерике упрекали императора за то, что он не спешит заключить мир с Бонапартом. Патриоты негодовали на иной лад. Повсюду Александра встречали недоумевающие, злые или смущенные взгляды. Ему писали из Ярославля. Занятие Москвы французами переполнило меру отчаяния в умах. Недовольство распространено в высшей степени и вас самого отнюдь не щадят в порицаниях. Вас обвиняют громко в несчастье вашей империи, в разорении общим и частным, словом, в утрате чести страны и вашей собственной. И тогда в этой обстановке Наполеон посылает послов к Александру, чтобы заключить мир, будучи хозяином положения. Но он не учел, что Александр в это время уже начал читать Библию. И с Александром произошло следующее. Вот что он ответил послам Наполеона. Полковнику Мишо, который привез императору официальное известие о занятии Москвы французами, Александр сказал «Истащи все средства, которые в моей власти. Я отпущу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих я умею ценить». А на другой день он писал шведскому наследному принцу по поводу занятия Наполеоном Москвы «После этой раны все прочие ничтожные, ныне более, нежели когда-либо я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погрести себя под развалинами империи, нежели примириться с оттилу новейших времен». Тщетно без лести преданный Рахчеев молил своего хозяина принять предложение Наполеона о мире. Смотрите, что произошло с Александром. Что сначала он был неуверен. Тут пишется «Страшные события, надвигающиеся на Россию, пугали воображение и смущали сердце». Внешний успех был на стороне Наполеона. Все всем казалось непрочным, все было плохо. И в это время Бог через Александра Голицына послал императора Александру Библию, и он начал читать Библию, и начал ее понимать. Да, и уверенность пришла к нему. И в нем произошла разительная перемена по сравнению с тем, что было еще несколько времени тому назад. Во-первых, он приобрел смирение. Читая Библию, Александр все более и более убеждался в своей духовной слабости и нищете. Что он значит перед лицом величайших событий? Смеет ли он занять место вождя русской армии? Надо смиренно подчиниться голосу народа. И он назначил Кутузова главнокомандующим. Но Библия в нем поселила не только смирение, но и твердость перед лицом испытаний. И он сказал послам Наполеона, когда тот был в положении хозяина, он был уверен, что Александр примет его условия. Он занял и сдастся. И он сказал, истощи все средства, которые в моей власти. Я отпущу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы, коих умею ценить. Полная перемена характера. Перемена личности. Перемена личности. Перемена настроения. Из человека, который сомневался, который боялся, который был неуверен, родился человек смиренный и в то же время твердый, как кремень. И человек с инициативой, который сказал, после этой раны все прочие ничтожные, ныне более, нежели когда-либо, я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решили стоять твердо и скорее погрести себя под развалинами империи, нежели примириться с Аттилою новейших времен. То есть он, по сути дела, взял на себя ответственность, которую он боялся брать во время этой войны, во время... Совершенно верно. И дальше, когда уже войска Наполеона отступали из Москвы и грабили, мы читаем, Зрелище человеческой жадности при лицом смерти было омерзительно и мрачно. Французы дрались злым упорством, защищая награбленное, как будто в этом был весь смысл военного похода на Москву. Слова Исаии звучали в душе Александра внушительно и таинственно. Всемогущий Яхве карает царей богатступников. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Народ и царство, которые не захотят слушать тебя, то есть Бога, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Александру казалось, что он обрел истину. Он бредил библейскими текстами. Ему снились исполинские картины, созданные воображением из Экииля. Бог спас его, Александра, от участи тех безбожных владык, которых карает десница бога богов. Слабый и грешный Александр избран провидением, чтобы сломить безмерную мощь величайшего из гордецов. Надо спешить, надо раздавить эту гидру, которая может опять поднять голову. Весь мир окован цепями этого демона, и если не удастся сломить врага сегодня, он опять будет владеть Европой, а потом и Азией. И в этих условиях Александр предпринимает поход на Париж. И вот это какие были условия. Гибель вражеской армии внушала Александру мысль, что какие-то неведомые силы спасают Россию. Куда в самом деле исчезает часть наполеоновской армии, одна за другой? Когда русский настигает французов, трудно решить, на чьей стороне остается в этих столкновениях военное преимущество. А между тем французская армия как будто проваливается в неизмеримое пространство России. Белый туман окутывал растянувшиеся по дорогам солдатские колонны. Французские, польские, итальянские, немецкие отряды то и дело сбивались с пути в этой волшебной снежной мгле и сами спешили навстречу гибели, отдаваясь сотнями и тысячами казакам и даже мужикам и бабам, вооруженных косами и ножами. То есть Александр видел, что Бог спасает Россию, Бог спасает Россию через него и через Библию. И вот дальше... Я думаю, также, простите, это воодушевляло всех людей, крестьян, которые, в общем-то, на самом деле противостояли и то, что очень долгое время говорят, это партизанская война, она как бы послужила для нее, наверное, вот именно толчком само состояние Александра. И вот уже в декабре месяце Александр ехал по Смоленской дороге и там лежало сотни тысяч трупов, которые гнили, заражая воздух. Вот здесь Чулков пишет. Сани нередко дробили полозьями кости мертвецов. Встречались громадные толпы обмерзлых, посиневших, едва двигавших ноги пленников, которые гнали дубинками мужики и бабы. На подводах везли наваленных кучами раненых и больных, коих приходилось то и дело сбрасывать на дорогу, как будто они переставали дышать. Лошади храпели и поднимались на дыбы, чуя груды мертвецов. В иных местах тела замерзших мертвецов стояли недвижно, прислоненные к деревьям. Волки, воя, терзали трупы на глазах проезжих. Распространялись эпидемии. За год войны взято было на военную службу более миллиона крестьян. Население было разорено, целый ряд губерний был опустошен пожарами и грабежами. И в это трудное время Александр предпринимал новую кампанию. Он не только стал смиренным, он не только стал стойким, но он стал инициативным. Бог ему указал, куда идти. И он в этих ужасных условиях предпринял заграничный поход. И победил Наполеона, так сказать, раздавил гадину в его логове. Он занял Париж. Но он сделал не только это. Именно в этот день, когда войска Наполеона пересекли границу России в обратном направлении, когда везде валялись трупы, когда все исчезало в этом, так сказать, снегу и тумане, он подписал указ о создании в России библейского общества. Он знал и помнил, кому и чему он обязан спасением своим и спасением России. И вот именно поэтому, что Бог спас Россию через Библию и через императора, в руках которого была Библия, надлежит в России хотя бы раз в год проводить День Библии. Потому что, еще раз повторяю, судьба России неотделима от Библии. И почему это надлежит делать вот в это время, зимой? Потому что именно в это время Александр противостал Наполеону, будучи вдохновлен Богом через Библию, и именно в этом время он предпринял такую инициативу учреждения в России библейского общества. До библейского общества в России Библия была, но она была принадлежностью только узкого круга людей. А через библейское общество Библия начала распространяться в широких массах народа, и был осуществлен перевод Библии на русский язык, которым все пользуются до сих пор. Вот. Это синодальный перевод. Но на самом деле, хотя люди думают, что переводил Священный Синод, поскольку он называется синодальным, это перевод российского библейского общества. А сделано это было по инициативе Александра. Вот почему в России мы считаем необходимым проводить День Библии, и вот почему именно в это время. Понятно. Анатолий Александрович, а вот буквально по тому, что вы сейчас говорили, у меня вот такой вопрос. Вы говорили, что на самом деле Библия, это была доступна только какой-то узкой категории людей. А было ли это связано только лишь с тем, что многие не умели читать, вот как, допустим, крестьяне там и многие люди? Нет, ну это было связано не только с этим. Сам Александр читал Библию по-французски. Да, то есть не было Библии на самом деле. Нет, Библия была, но только по-славянски. Скажем, сам император не понимал по-славянски. Когда он в церкви стоял и слушал вот эти все славянские, так сказать, чтения, он ничего не понимал и он размышлял о своих делах, как мы читаем. И большинство образованных людей тоже не понимало по-славянски, а русского перевода не было. Русский перевод был осуществлен библейским обществом по инициативе императора Александра. То есть он увидел нужду, которая была в это время? Совершенно верно. И он увидел нужду именно в то время, когда возвратился из своего победоносного заграничного похода. Когда он приехал из Парижа в конце 15-го года, это опять же было зимой, вот, все события, связанные с Библией, они как-то происходят в России зимой. Ему князь Голицын, который был президентом библейского общества, преподнес в качестве дара образцы изданий библейского общества. И там были части священного писания изданные на татарском языке, на армянском языке, на калмыкском языке, на латышском языке и на славянском языке. А русской Библии не было. И тогда Александр спросил, а где Библия на русском языке? Тут говорит, нет, вот. Как же так нет, что все народы империи могут читать Библии на своем родном языке, а русские не могут? Это недопустимое положение. И тогда он повелел Голицыну внести этот вопрос в священный сенот. А священный сенот уклонился от решения этого вопроса и перепоручил это библейскому обществу. Библейское общество взяло и сделало. Вот такая история в самом кратком виде перевода, которым все пользуются. Но никто не знает, как это произошло. И благодаря кому, и чему. Анатолий Александрович, что это за книга, вот цитата, из которой вы использовали в нашей беседе, и где ее можно купить? Автор Чулков. Это известный писатель начала 20 века. Георгий Чулков. Книга называется «Императоры», «Психологические портреты». А купить можно в обычных книжных магазинах. Я купил в книжном магазине на Преображенской площади. Насколько я помню, в прошлый раз мы закончили на том, что перевод Священного Писания, именно Нового Завета на русский язык, был принят с восторгом во всех слоях общества. И не только среди простого народа, но среди аристократии. И также многие иерархи выражали свое сочувствие и благодарность за это дело. Вот, например, что писал Анатолий, архиепископ Минский. «Кажется, язык живой и приличнее слову жизни. Слыша сие слово на языке нашем, тем паче можем увериться, что Бог говорит к нам». Вот это было мнение одного из иерархов. И в книге Чистовича «История перевода Библии на русский язык» говорится, что всеобщее выражение сочувствия делу библейского общества лицами всех сословий, состояний, общественных положений, степеней образования, отовсюду несшаяся благодарность за доставление способов читать слово Божие на понятном языке, восторженные отзывы о переводе Библии на русский язык со стороны духовенства и мирян показывали ясно, что российское библейское общество удовлетворяло существеннейшим нуждам народа и приносило пользу ощутительную. Что еще важно отметить, также написано в книге Чистовича, я цитирую, «Российское библейское общество было прекрасным учреждением по той задаче, которую оно себе предначертало. Переводы священного писания на живые языки повсюду были признаком обновляющейся духовной жизни народов. Не говоря уже о достоинстве, сделавшегося всем доступным изучение веры в самом ее источнике, литература обогащалась новым весьма значительным вкладом. Богословская наука облегчалась в своих исследованиях и самый язык обогащался новыми формами, оборотами, словами. Духовное общение между членами различных христианских исповеданий способствовало их взаимному сближению, к ознакомлению членов всех исповеданий с православной церковью и к сближению их с ней. Весьма многие лица светского общества, посвящая свои духовные дарования и свои труды религиозным предметам, мало-помалу начали выходить из того безучастия, которое было господствующим тоном в отношениях светских людей к религии в последней половине прошлого и в начале нынешнего столетия. То есть, другими словами, это стимулировало общий рост интереса людей к вере, вере, да? Да, и особенно аристократии. Мы помним, что император Александр и князь Голицын были равнодушными к религии и людьми в начале царствования Александра. Но и такими же равнодушными людьми были многие из аристократии. Но сейчас даже эти люди начали пробуждаться, общество начало развиваться, литература, богословские науки и так далее. И вот есть такой интересный психологический портрет князя Голицына, который также дан у Чистовича. Князь Голицын по природному расположению очень мягкий и восприимчивый человек сблизился с мистиками своего времени и сам стал мистиком. Это не был мистицизм теории, но нравственного чувства и сердца. Евангелие с божественной заповедью любви ко всем людям сделалось его постоянным спутником и руководителем. Но как область нравственного чувства и благожелательности сближает всех людей между собой, так и Евангелие в известном отношении сближает всех христиан без различия исповеданий. В этих двух сферах вращалась и жизнь и деятельность Голицына. Так и другое христианское исповедание казалось ему образование по суставу более сложными и по времени более поздними, нежели собственно христианство или христианство Евангелия, первоначальная основа всех исповеданий, первообраз нашей веры и жизни. Разности, разделяющие между собою различные исповедания и их членов, имели в его глазах только второстепенное и подчиненное значение. Значение вероисповедной формы, сквозь которую дух верующего в каждом исповедании должен пробиваться к духу Евангелия и к свету заповедуемой им любви ко всем как братьям во Христе членам одного тела Христова. И далее говорится ничто ничто не было более противно ему то есть князю Голицыну как фанатизм религиозная нетерпимость и мертвое благочестие обряда и внешней формы. Стремления князя Голицына склонялись к тому чтобы вывести русский народ из того усыпления и равнодушия в деле веры какое казалось ему почти повсюдным. Пробудить в нем высшие духовные инстинкты и через распространение священных книг ввести в него живую струю внутреннего понимания христианства между тем как русское общество по его мнению довольствовалось одним внешним исполнением обрядов и одной внешней набожностью. Вот такие люди продвигали дело библейского общества продвигали перевод священного писания на русский язык и далее здесь говорится устройство и состав библейского общества вполне соответствовали этому взгляду на христианство. Это было общество Библии ближайшим образом Евангелие в отношении к которому нет ни православного ни католика ни протестанта но существуют только христиане. Таким образом под влиянием деятельности библейского общества под влиянием перевода Библии на русский язык общество возрождалось развивалось очищалось от суеверия от мертвой формы и отовсюду как мы слышим нислась благодарность за это как от народа так от епископов духовенства и одну из ведущих ролей в этом играли аристократы того времени такие как князь Голицын но кстати не только князь Голицын членом российского библейского общества был известный государственный деятель Спиранский граф генерал герой войны 1812 года Милорадович и другие известные персоны но это как-то наверное тоже нашло отражение свое в культуре общества потому что ведь с развитием вот как вы говорили влияние литературы это же все-таки русский язык уже был кстати современный русский язык он сформировался как раз в то время с творчеством Пушкина вот и конечно толчок развития русского языка безусловно исходил от перевода библии на русский язык того времени то есть мы можем считать то время как время становления всего того что мы сейчас имеем и ценим как вот великие русские поэты литераторы там да как вы считаете первоначальный импульс был дан именно этим именно спасибо а вот несмотря все же как бы на все те слова благодарности восторженности которые звучали в сторону этого перевода неужели кто-то мог противиться вот этому всему мог нашлись такие люди и их было несколько человек хотя конечно они отражали в своих высказаниях настроение определенных групп в обществе нельзя сказать что это несколько человек вот воспрепятствовали ну во-первых определенная часть консервативного духовенства была против перевода библии на современный тому времени русский язык и мы помним что синод уклонился в свое время от ответственности за перевод священного писания и переводом занялось библейское общество естественно что уклонился он не без причины были настроения были люди которые выражали это настроение что не нужно это делать лучше будем пользоваться славянским и вот эти люди образовали вот такое недовольство деятельностью общества и пытались всячески влиять на императора то есть в общенародном масштабе их голоса конечно были практически неслышными мизерными да а вот они имели доступ к телу что сейчас называется вот и попытались повлиять на император вот одним из таких людей был архимандрит фотий это был известный аскет он окончил петербург вернее он не окончил петербургскую духовную академию он ушел оттуда со второго курса по болезни и начал упражнаться в аскетизме вот он носил вериги спал на голых досках на окнах дверях и стенах его квартиры начертаны были заповеди для всегдашнего напоминания долгих христианина и монаха и аскетическую жизнью он привлек к себе внимание многих лиц из светского круга даже из высшего общества в частности это была графиня Орлова-Чесменская и этот фотий был известен филарету московскому руководителю проекта перевода библии на русский язык святому и филарет много раз благодетельствовал ему но чем-то не угодил я цитирую по чистовичу на этот самолюбивый характер и сделался для него ненавистным то есть вот несмотря на вот этот аскетизм и благочестие вериги и посты и так далее у этого человека было громадное чистолюбие и митрополит московский филарет ему благодетельствовал чем-то не угодил Голицын не предложил его в члены библейского общества что могло оскорбить его Голицын тоже ему не угодил вероятно на счет князя Голицына относятся неприятные воспоминания фотия что его удалили из Петербурга с бесславием но вот под влиянием некоторых аристократов в первую очередь графини Орловой Чесменской этот архимандрит фотий был допущен государю впервые встреча состоялась в 22 году и вот написано у Честовича идя по лестницам дворца фотий крестил во все стороны дворец проходы помышляя что тьмы здесь живут имеется ввиду тьмы бесов и действует сил вражьих во время этого разговора первого с императором фотий хвалил ревность митрополита Серафима и любовь его к церкви а митрополит Серафим был одним из противников библейского общества впрочем тайных и говорил об опасности угрожающей церкви со стороны ее врагов явных и тайных вот этот эпизод прекрасно описан в книге Чулкова я просто зачитаю фотию была дана аудиенция когда фотий вошел в царский кабинет Александр встал и хотел подойти под благословение но монах как будто не замечая императора поворачивался во все стороны ища образа отыскав помолился и только тогда удостоил Александр своего благословения этот маленький худощавый бледный монашек запастившийся должно быть с клобуком надвинутым на брови из-под коих зорко глядел и голубовато-серые глаза поразил почему-то воображение Александра и какой-то странный полуславянский язык у этого монаха Александр сказал я давно желал тебя отец фотий видеть и принять благословение монах помолчал как будто прислушиваясь клобук еще ниже надвинулся на глаза и фотий вдруг стал похож на мохнатого медвежонка который смотрит из-под лобя глазки засверкали яка же ты хочешь принять благословение от меня служителя святого алтаря то благословляя тебя глаголю мир тебе царю спасися радуйся господь с тобою буди они теперь сидели друг против друга совсем близко так что колени их касались фотий плотнее приник к Александру и шептал ему на ухо император чувствовал его дыхание и запах ладана голова слегка кружилась и замирало сердце как будто странная сила исходила от этого монаха а хорошо бы отдать ему свою волю отказаться от себя я сижу в глубине безмолвия и уединения и молю господа да изведет его человека божия подкопать взорвать дно глубин сатанинских содеянных в тайных вертепах тайных обществ вольтерианцев франкмасонов мартинистов и сокрушить главу седьмиглавого змия треклятого иллюминатства вы читаете Анатолий Александрович вот для меня это вот звучит на самом деле как будто бы это вот сказки Пушкина может быть да вот какой-то ну это было на самом деле спящая царевна да совершенно но конечно как мы читаем у Чистовича душою заговора против библейского общества был Аракчеев кстати Чулков про него тоже писал он говорил что Аракчеев был похож на большую обезьяну в мундире вот и был известен своей жестокостью в частности на смотрах он вырывал у солдат усы за малейшую правыдность вот но тем не менее он был близок к Александру за счет того что он был предан без лести вот он был как собака преданный и всячески подчеркивал вот это и поэтому Александр как-то держал его возле себя вот вообще Александр был мнительным человеком у него тоже мягкосердечным и вот ему нужен был тот человек на которого как ему казалось он мог опереться вот такой без лести преданный как собака и вот Аракчеев был таким человеком но на Александр также имел большое влияние князь Голицын его друг детства и Аракчеев был преисполнен через столюбивых замыслов и желал свалить князя Голицына то есть у него были чисто политические интересы и цели ему было не до религии не до перевода ко всему этому он был равнодушен но вот Голицын у него стоял на пути и ему надо было его свалить вот Аракчеев использовал Фотия как свое орудие допустил вперед в этой завесе такой да да вот и вот здесь описывается это так когда невидимая пружина всех действий Аракчеев и темный Фотий поколебали сердце государя тогда настало время для открытых действий 20 апреля 824 года состоялось второе свидание императора с Фотием его провели во дворец тайна с секретного входа на этот раз беседа продолжалась три часа Фотий пламенно говорил о том что Россия должна быть православной если царь не православен значит и России нет спасения революция подняла голову недаром соблазн сеет само правительство библейское общество распространяет еретические книги Голицын поощряет сектантов и отступников под видом благочестия питает душу ложными учениями Александр был потрясен он назвал Фотия ангелом он упал на колени молясь он молил монаха представить ему записку для искоренения духовной крамолы в коей был сам повинен и Фотий представил царю плана революции или тайна беззакония делаемые тайным обществом в России везде потом представил еще одну записку о действиях тайных обществ в России через библейское общество через неделю Александр призвал к себе своего старого друга Голицына и сказал ему ласково и мягко что он убедился теперь в бесполезности его службы в качестве министра духовного просвещения и управляющего министерством духовных дел пусть остается князь министром почт то есть получается что вот благодаря этому заговору который так тайно подошел можно сказать с левой стороны да к Александру получилось что это был натиск в общем-то такой серьезный на не только перевод библии я так и вижу что в этом был натиск на всю культуру России которая вот как мы уже говорили по своим последствиям конечно это так здесь упоминается адмирал Шишков адмирал Шишков был в то время президентом Российской Академии Наук и он выступал главным образом за то чтобы русский язык не менялся вот он отстаивал что вместо галош надо говорить макроступы вместо скажем стадиона и сталище допустим такая фраза франт идет по бульварю из театра на стадион в переводе Шишкова звучало так хорошилище грядет по гульбищу из позорища на ресталище ну это наверное нас ждало бы может быть нас ждало бы в связи вот с этими новыми законами как вы думаете которые собирались ну может быть я не знаю так бы говорили хотя вряд ли потому что все таки слава богу ход истории определяют не такие личности как Фоти и Шишков а Господь Бог вот но тем не менее вот был натиск и со стороны этой кроме того в этом деле участвовал митрополит Серафим он был кстати одним из членов библейского общества и но он не поддерживал тайны его действия поскольку во главе или покровительство общества Александра и он не хотел конечно выступать против императора но втайне он был против то есть ему многое не нравилось в деятельности РБО есть предание цитирую Почистовича что в первом заседании библейского общества митрополит Серафим сидел мрачный и угрюмый и судорожно перебирал своими четками когда секретарь общества в самых красноречивых выражениях изливался от действий библейских обществ потом вдруг быстро встал и сказавший громко что так могут рассуждать только люди не понимающие православие быстро вышел из зала собрания и вот что о нем пишет еще один автор Сушков Серафим Глаголевский не обладал ни той ученостью ни той высокодоровитостью какими отличаются его предместники и особенно преемник то есть филарет по московской епархии не остался он и в памяти народной нет рассказов о нем ни в Москве ни в Петербурге редко беседовал он с паствою своей и вовсе не слыл проповедником его конечно любили как пастыря мирного и доступного уважали как митрополита разумного и осторожного но мнение того у него не было ни пламенных почитателей ни завистливых недругов как у знаменитого иерарха от лиц близко знавших Серафима нам доводило слышать что он был человек далеко не бездарный но всему предпочитал покой то есть ничего не делать да вот это был у него так сказать лозунг дня и вот его также использовал Архчеев чтобы закрыть библейское общество и когда Александр Голицын уволили с должности он также подал в отставку из поста президента российского библейского общества а император на его место назначил Серафима а ну то есть вот как раз человека который ничего не любил делать да и он не только ничего не делал но он начал намеренно разваливать работу общества будучи во главе его и в дальнейшем он уже непосредственно примкнул к Архчееву Фотию и адмиралу Шишкову и сделался одним из противников библейского общества хотя поначалу он не был противником он даже принимал участие в переводе библии на русский язык и подписывал предисловие или возглашение христолюбивым читателям которое было опубликовано в одном томе вместе с переводом нового завета то есть вот это показывает что человек который ни за ни против такой вот тепло-хладный он становится потом противником может быть у него какие-то политические какие-то были претензии ну возможно так сказать у него так сказать были претензии на большее влияние в священном синоде об этом есть некоторые данные но вот он не был таким ярым противником но впоследствии примкнул к ним вот а главное главной приужиной и душой был Аракчеев вот этого всего заговора в то время российское библейское общество как организация оно не прекратило свое существование но просто были введены новые люди да которые изменили ход и движение самой организации это это было так дело в том что адмирал Шишков и Серафим трижды требовали у императора чтобы он закрыл библейское общество это было 1824 году 16 ноября 12 декабря и 28 декабря они не могли успокоиться они никак не могли успокоиться и вот что например писал митрополит Серафим государю что он убеждается совестью в невозможностью соединить в одном лице сам первенствующего члена священного синода с председательством библейском обществе усмотрев сокрытом направлении всех действий сего последнего нарушение самых священных обязанностей покорности церкви преданности государя я бы не был пастырем если бы оставался безмолвным перед тобой благоволи всемилостивейший государь не зайти благосклонным вниманием на приносимое к тебе устами моими моления целой церкви повели же ныне прекратить действия библейских комитетов и закрыть их по всей империи воспрети указом собираться так называемым духовным обществом ну и так далее на письма митрополита Серафима не последовало ответа государь берег князя Голицына и не мог усвоить мысли о вреде библейского общества ввиду заявления сочувствия к нему со всей России вся Россия она движется к тому чтобы библейское общество и перевод библии продолжался а да вся Россия шла не в ногу один митрополит Филарет с Фотием с Аракчеевым шли в ногу а вот какие же тогда они аргументы в общем-то выдвигали потому что если такая разница была во взглядах во мнениях с большинством народа то что они могли сказать а вот их аргументы сохранились в письменном виде вот в частности есть такая записка о цели ходе и последствиях учреждений библейских обществ в России и также была записка о злых действиях тайных обществ выдумавших библейское общество в Европе и неусыпно через оное все к своей цели направляющих вот я процитирую из этих записок да если можно в частности здесь говорится но обратимся к видимой цели библейских обществ рассеиваемые повсюду в великом множестве библии и отдельные книги писания бестолкователей и проповедников какое могут произвести действия при всем необузданном и можно сказать всеобщем наводнении книгами святого писания где найдут место правила апостольские творения святых отцов деяния святых соборов предания установления обычаи церковные одним словом все что доселе служило оплотом православию все сие будет смято попрано и не спровержено всякий сделается сам себе толкователем библии и образовав веру свою по собственным понятиям и страстям отторнется от союза с церковью сначала породятся расколы и ереси а когда они до чрезвычайности размножатся то место их заступит совершенная равнодушие ко всему тому что 18 веков признавалось священным также не нравился межконфессиональный характер деятельности общества в числе членов сих комитетов уже усматриваем архиереев и с ними известнейшее духовенство наше вопреки постановлениям церковным правилах святых апостолов сказано епископ пресвитер ледиакон аще помолится токмос еретики да отлучиться еще был аргумент то же время вместо продажи славянской библии при священном синоде все наличные экземпляры оной откуплены вдруг библейским обществом какой ужас тихо мирно потихоньку полегоньку распространяли славянскую библию а потом образовалось библейское общество которое все скупило зачем же оно тогда скупило для распространения ну вот это казалось таким очень страшным крамольным да скупили все славянские библии у священного синода какой ужас и далее мы читаем из всего впрочем краткого обозрения целей и действий библейских обществ уже весьма ясно видно опасное для правительства направление их что же открыло бы обстоятельное рассмотрение дела сего мы увидели бы дерзновенное покушение на веру царей гораздо опаснейшее всех прежних замыслов масонских и карбонарских лож по елику оно прикрыто самой благовидной личиной любви к ближним и усердия к распространению слова божия мы увидели бы зияющие под престолами бога и царей ужасную пропасть готовые пожрать алтари господни и чертоги владых земных еще были аргументы раскольники обрадовались библейскому обществу что учредилось и уже со смелостью открыли свои секты собрания и скопища раскольнические и учению своему дали ход далее читаем библейское общество поспешно и дурно перевело новый завет и сие неудивительно ибо перевод сих книг священных которые прежде со страхом и трепетом совершали мужи святые и вдохновенные Кирилл и Мефодий был брошен нескольким студентам академии с приказанием сделать он и как можно скорее но это чистой воды клевета в прошлой программе говорили потому что в переводе нового завета трудились архимандрит Филарет ректор академии архимандрит Поликарп тоже ректор семинарии архимандрит Григорий инспектор академии впоследствии митрополит новогородский и петербургский и армонах Кирилл впоследствии архиепископ Подольский и армонах Моисей впоследствии архиепископ экзар Грузии и священник претерей Герасим Павский ну кроме того выдвигались такие подозрения о том что библейское общество вводя этот перевод на русский язык хочет каким-то образом отменить славянский перевод или его ослабить и вот здесь об этом говорится так когда главные вводители библейского общества я как комиссионеры тайных обществ увидели что дозволено им священно-церковный язык один неоскверненный общественным употреблением заменить общенародным тогда и спросили о недозволении отняв славянский текст издать весь новый завет на одном русском языке сей поступок слишком смел важен и на будущее время опасен страшное негодование во всех классах людей произошло от того мы вспомним какое было страшное негодование вот и далее говорится ныне книги священные никакой нужды не имевшие по чистоте и правильности своей более или менее искажены и вместо священного языка на площадной дурной переложены чего же можно ожидать впредь от библейских обществ когда и старым расколом и вновь хотящим быть дверь явно растворена вот я перечислил все аргументы которые нашел вот в этих записках ну своеобразные очень аргументы вот такое впечатление после вот их прочтения прослушивания что наверное возможно Александр их не воспринял всерьез или как он отреагировал то на них ну дело в том что Александр в это время уже как пишут историки устал от жизни дело в том что хотя Россия была на вершине военно-политических успехов но внутри государства об этом пишет Чургов в самом деле все было безрадостно Александр знал что даже при Павле не было такого лихаимства и казнократства как теперь он знал что крепостные мрачные нетерпеливо ждут обещанной в 1812 году свободы нетерпеливые заговорщики уже готовят свой план преобразования России им кажется что дело свободы очень простое дело и Александру тоже казалось лет 20 тому назад что стоит лишь объявить о свободах и равенствах и всяких братствах и на земле настанет райское житье но теперь он сомневается в этом разве можно что-нибудь делать удачно и хорошо ежели сомневаешься дело в том что в то время в Европе вот после низвержения Наполеона происходили революции и Александра все пугали этими революциями Меттерник Толеран и Аракчеев Александру постоянно капали на мозги что называется вот вот уже и там беспорядки и сям заговор и в России уже так сказать подготовляется переворот и все это имело такую очень страшную квартиру а тут еще и Фоти со своими так сказать версиями Аракчеев тоже не оставлял его своим вниманием простите Анатолий Александрович то есть получается то что в это время в России не было какой-то стабильности политической да внутренне не было стабильности буквально вот после войны вот эти вот годы которые были прожиты они не внесли стабилизацию да внутренняя Россия была в развале то есть внешне она была на вершине своих успехов сильна армия вот например цитата из Чулкова делая смотр войскам расположенным в Пензии он Александр почувствовал усталость которую раньше не замечал за собой пензенский губернатор осмелился заметить что империя должна сетовать на его императорское величество за что не изволить и беречь себя хочешь сказать что я устал спросил царь смутясь да император устал вот он смотрит сейчас на эти прекрасные славные войска но недовольны ли для России побед и славы больше пожалуй не надо когда подумаю сказал он как мало еще сделано внутри государства так эта мысль ложится на мне на сердце как десятипудовая гиря от этого устаю и он еще продолжал царствовать присутствовал на смотрах и маневрах удалял министров назначал новых произносил речи подписывал рескрипты но это уже был не прежний Александр который мечтал о возрождении отечества об освобождении Европы и вообще о благе народов вот к сожалению он был в таком состоянии в то время но даже в таком состоянии как написано он берег князя Голицына и не отвечал ни Серафиму ни Шишкову на их истерические письма с просьбой закрыть библейское общество ну то есть он отреагировал так что он удалил самого князя Голицына да но он сделал уступку такой компромисс ну а вот что же тогда вот долго ли Александр еще вот в этом состоянии находился потому что ведь каждый человек если он не имеет устает от жизни да наверное он в скором времени умирает да буквально через несколько дней он умер а ну вот видите как вот вскоре он умер и вообще его смерть довольно таинственна многие говорили в то время и утверждали в различных мемуарах записках что на самом деле он умер не умер а удалился так сказать от света вот и стал старцем Федором Кузьмичом который умер в 1864 году вот это такая была распространенная версия кстати об этом пишет и Лев Толстой там многие другие писатели вот то есть точно это неизвестно но но есть такая версия да но как бы то ни было на его место кто-то пришел другой да и вот что было после вот того как Александра не стало Александра Первого Александра Благословенного Александра Благословенного вот в народе он получил название Благословенный и наверное не в последнюю очередь а может быть и в первую очередь за то что способствовал духовному просвещению народа был не только победителем но и был благословением для русского народа потому что поддерживал дело перевода распространения Священного Писания на понятном людям языке вот и в народной памяти он остался благословенным хорошо а вот что же да вот произошло Анатолия Александровича после того как вот его Александра Благословенного не стало то ли же он умер то ли же вот он ушел в какой-то монастырь ну он ушел в мир скажем так ну и в мир он стал старцем Федором Кузьмичевым возможно мы знаем что дальше было восстание декабристов декабристы мечтали о мгновенном переустройстве России вот о том чтобы даровать счастье и свободу народа без его просвещения они основывались на идеях Руссо то есть что всякий человек сам по себе добрый а злым его делает неправильное общественное устройство и вот надо изменить общественное устройство и тогда все люди станут добрыми но это уже само по себе противоречит как бы Библии и Писания совершенно верно а князь Голицын и вот та группа аристократика которая его окружала они считали наоборот что надо сначала народ просветить вот преобразовать так сказать умы сердца и затем уже можно так сказать делать преобразование или параллельно этому то есть само по себе вот изменение общественных институтов ничего не изменит не изменит да не повлечет вот и это были две различные группировки среди аристократии но вот когда умер Александр то как мы знаем вот этот заговор который зрел уже при нем при Александре стал открытым и произошло восстание на Сенатской площади мы знаем как оно закончилось кстати во время этого восстания был убит граф Милорадович один из нет один из членов активных членов библейского общества вот и некоторые люди говорят что вот мол библейское общество способствовало вот этим восстаниям революциям ничего подобного как раз члены библейского общества они пострадали да и пострадали и они очень противились вот этим планам мгновенного переустройства но сила была не на их стороне вот так это все происходило ну а после ну в общем-то Кто на престол-то взошел в то время? Ну, на престол взошел, как мы все знаем, из курса школьной истории. Император Николай. И был процесс над декабристами. Их главные, так сказать, зачинщики были повешены. Многие сосланы в Сибирь. И вообще император был очень неуверен, так сказать, в первые годы в своей власти. Потому что его власть висела на волоске. Есть и фильмы на эту тему, вы знаете. И он, конечно, был человеком совсем другого духа и направления, чем император Александр Благословенный. Кстати, в народе он остался как Николай Палкин. Из-за того, что он любил смотр, всю эту дисциплину, строгую систему и так далее. В народной памяти он остался как Николай Палкин. И вот в это время под шумок произошло вот одно событие. Как мы помним, что библейское общество перевело не только весь Новый Завет и Псалтирь на современный русский язык. И эти книги были распространены громадными тиражами. Но также было переведено и восьмикнижие на современный русский язык. И этот тираж был отпечатан, но не распространен. И вот в этот период книги эти сожгли в конце царствования Александра. И кто же это сделал? Как такое? Вот. А на самом деле неизвестно. Ведь перевод библии на русский язык, даже после закрытия библейского общества, официально не был остановлен. Вернее, не был запрещен. И в следующие годы вот эта вот пристановка длилась по причинам официально необъясненным. То есть, ну просто вот пристановили и все. Вроде бы и не запретили. А тираж книг пятикнижия сожгли на кирпичном заводе в Петербурге. Шишков и разделявшие образ его мысли боялись. Как бы под влиянием издания в русском переводе одного пятикнижия Моисеева отдельно от пророческих книг Ветхого Завета не развилась ересь молокан и не последовали совращения простого народа в иудейство. Вот такая была одна из причин. И впоследствии митрополит Филарет Московский писал. «Я не могу без глубокой скорби вспомнить, что Верховное Духовное Начальство нашло необходимым придать огню на кирпичных заводах несколько тысяч экземпляров пятикниг святого пророка Моисея, переведенных на русское наречие и напечатанных библейским обществом. Это темное пятно на том, кто выдумал сию миру и со всей необдуманной ревностью увлек других». Но пятно сие не падает на Верховное Духовное Начальство. Священный Синод не составлял определения об этом. В общем, не было ни царского указа, не было ни постановления Священного Синода. Вот так как-то под шумок сожгли, и потом никто на себя не брал ответственность. Ну да. Но я думаю, из-за того, что в РБО в то время уже стояли те люди, которые были далеки от первоначального замысла создания такового, то, мне кажется, это было им на руку. И, кстати, вот один из иерархов, митрополит Филарет Киевский, впоследствии писал, «Дело произведено не по зрелому рассмотрению духовного начальства, а по случайному возбуждению кого-нибудь из тех, на которых владыка Киевский указывал в 825 году как на людей, не призванных ни Богом, ни начальством». То есть, вот такие вот ревнители нашлись, потом они разбежались, и никто не признался даже, почему распоряжение это сделано и зачем. Ну а тогда, вот после того, как была завершена, не завершена, а прекращена работа российского библейского общества над переводом Библии, вот какова духовная обстановка в России? Вот в связи с этим стало. То есть, вот мы говорили о более такой стабильности, подъеме, взлете, а вот сейчас что после этого произошло? Ну, после смерти Александра митрополиты Серафим и Евгений подали записку новому императору Николаю о необходимости закрыть библейское общество. Это было 12 апреля 1826 года. Император Николай, несмотря на свою репутацию, общество не закрыл, тем не менее. Вот несмотря на вот эти страшные, ужасные аргументы, что пропасть разверзлась под престолом и под церковью и так далее, он в своем рескрипте написал, что нужно иметь довольно свободного времени, чтобы зрело и благоразумно обозреть все соотношения, представленные митрополитом Серафимом. И в связи с этим повелеваю вам, как президенту оного общества, а Серафим был президентом, который подожил... «Приостановиться во всех его действиях впредь до моего дальнейшего соизволения». То есть вот несмотря на то, что он не был таким, не знаю, либералом, никак его нельзя назвать, вот, ему все-таки не приходило в голову, вернее, он все-таки не решался закрыть, а только приостановить. То есть вот эти аргументы все выслушал и тоже не мог поверить, что все так ужасно. Ему, как он писал, требовалось довольно свободное время, чтобы над этим поразмышлять и вынести какое-то решение. И вот на этот период он приостановил деятельность общества. Вот. А его имущество, РБО, передал в ведение Священного Синода. Имущество было на 2 миллиона рублей. О, и по тем-то деньгам, это же... Да. Вот такие были последствия. То есть общество приостановили, перевод священных книг приостановили, имущество забрали и передали Священному Синоду. Что касается обстановки, то первое время, ведь Николай не запрещал продолжение перевода Священного Писания, как многие могут подумать. Филарет, со своей стороны, Филарет Московский, настаивал, хотя обществе закрыто, но перевод Священного Писания надо продолжать. Ну да. Вот. Пресвященный Серафим, как пишет впоследствии Филарет, встретил меня такими словами. Если вы будете настаивать на продолжении перевода Священного Писания, я выйду в отставку. И в 1827 году Государю Николаю Первому представлен был проект об улучшении духовного управления. Здесь сказано было много невыгодного о тогдашнем состоянии дела Русской Церкви. Например, что Синод сам не знает положения Церкви, что никаких ревизий в епархиях не производится, а Синод только рассматривает поступающие в него дела. Проект коснулся перевода Библии. Государь приказал рассмотреть этот проект в Священном Синоде, то есть вопрос и после этого поднимался, после приостановки. И в связи с этим митрополит Филарет написал свою записку императору от себя лично, потому что Священный Синод не стал этот проект рассматривать. Вот. Записка была прочтена. О переводе снова изъявил несогласие при Священной Серафим. Несмотря на то, положено было представить ее государю как мнение одного из членов Синода. Государь прочитал и написал «Справедливо». После этого говорил мне Голицын «Что же вы не настояли на свое мнение о переводе Священного Писания?» Я отвечал, что не хочу производить раскола в церкви. Ну, а вот в дальнейшем что произошло вот с этим переводом Священного Писания на русский язык? Вот в связи с тем, что такое вот время там было в то обществе? Я думаю, что это тема отдельной передачи, но коротко упомяну, что перевод продолжался, несмотря на запреты, несмотря на эту атмосферу, эту систему, он продолжался трудами последователей российского библейского общества, которые делали это частным образом. В первую очередь, это был протерей Герасим Павский, это был профессор Санкт-Петербургской духовной академии, знаток древнееврейского языка, один из переводчиков книг Ветхого Завета на русский язык, вернее, даже главным переводчиком. Эти же книги были переведены, только они распространились. Они были переведены, опубликованы, но тираж весь сожгли. Кроме того, протерей Павский был переводчиком книги «Псалтирь», которая была опубликована и распространилась в большом количестве. Вот Павский продолжал дело перевода, будучи профессором духовной академии, и переводил книга за книгой, и представлял этот перевод студентом. А студенты потом взяли этот перевод, его размножили тайно, и пользовались. И потом Павский имел огромные неприятности со стороны Священного Синода. И вторым продолжателем вот этого дела был архимандрит Макарий Глухарев, известный миссионер на Алтае, который тоже частным образом занимался переводом Ветхого Завета на русский язык, и тоже имел большие неприятности от Священного Синода. В частности, на него наложили эпитемию церковное наказание в свое время, но он был счастлив по этому поводу, что пострадал за Слово Божие. Но о них надо говорить отдельно. Это тоже выдающиеся исторические фигуры, и, конечно, они немало способствовали той степени просвещения, хотя, возможно, так сказать, она и скромная, которую мы имеем на сегодняшний день. Вот этому мы обязаны и Российскому Библейскому Обществу, митрополиту Московскому Филарету, и князю Голицыну, и Александру Первому, и патриарею Герасиму Павскому, архимандриту Филарету. Что же дальше происходило? Вот какие последствия это возымело? Что случилось после того, как вот эта работа Российского Библейского Общества была приостановлена? Вы совершенно верно отметили, что работа действительно была приостановлена, и общество не было официально закрыто. Даже такой император, как Николай Первый, который в народной памяти остался Николаем Палкиным, потому что любил парады и шпицертены, наказание палками, вот даже он не счел нужным закрывать Российское Библейское Общество, а лишь его приостановил, потому что доводы, которые ему приводили противники РБО, казалось ему несообразными, и он хотел в этом внимательно разобраться. Но потом стало не до того, и вот эта приостановка длилась 164 года. Но результат известен. Дело в том, что пока Библейское Общество действовало, ввелся перевод Священного Писания на русский язык, и книги эти публиковались, распространялись, народ читал Слово Божие, были восторженные отзывы, общественная атмосфера менялась в лучшую сторону, перевод Библии на русский язык повлиял и на развитие литературы, и на развитие богословия, и вообще способствовал прогрессу общества, способствовал пробуждению интереса к вере и к церкви у высших слоев общества. Но после того, как Библейское Общество закрыли, перевод приостановился. И причем очень интересно, что трудности, с которыми столкнулось Библейское Общество в тот момент, когда все наоборот, вроде бы начало расцветать, и народ он начал получать в нормальном в то время разговорном языке употребляем. Но самое интересное, что не было ни высочайшего повеления, ни определения Священного Синода, а запрещения изданного Библейскому Общество перевода Священного Писания, и о том, что это следует приостановить. То есть ни Синод, ни Государь этого не приказывали. Но тем не менее перевод приостановился. И приостановился потому, что остановился главный двигатель этого перевода библейское общество. Мы ведь знаем, что все имущество общества в денежных средствах, в книгах и так далее было передано Священному Синоду. И имущество оценивалось около двух миллионов рублей. Тогдашних. Тогдашних рублей. Это цифра колоссальная. И казалось бы, почему бы не продолжать это дело? Ну пускай Библейское общество что-то делало неправильно, что-то не так. Надо сделать это правильно. Есть деньги, есть люди, есть навыки, есть руководство. Но тем не менее, без библейского общества все это остановилось. И вот это был главный результат. Может быть, они именно этого добивались, в общем-то? То есть, имущество, деньги? Да, тут интересная есть выписка, что после закрытия библейского общества и передачи всех его средств в ведение Священного Синода, один помещик отпустил шестерых крестьян на волю с тем, чтобы они каждый год 65 рублей вносили в библейское общество для продвижения библейского дела. И когда библейское общество закрыли... Он их отозвал обратно. Нет, на самом деле нет. Этих крестьян заставляли по-прежнему жертвовать. Но уже не библейское общество, а в Синод. Вроде бы причина исчезла по жертвованию, но, тем не менее, их к этому продолжали принуждать. Вот такое Костромское помещик, к сожалению, сейчас не могу быстро найти цитату, но такое было такой интересный казус. А, Костромской помещик Наумов отпустил в свободные хлебопашцы шесть человек крестьян, которые обязались за то, вносить ежегодно навсегда 65 рублей со всех в пользу библейского общества. Священный Синод постановил продолжать с них взыскание сих сумм и в случае невыполнения ими сего обязательства, как утвержденного высочайшим соизволением, делать куда следует, о понуждении их к тому отношении. Вот такая вот интересная деталь. Ну и кроме того, последствия были таковы, что в обществе и в церкви возобладали люди определенного склада, люди-охранители, консерваторы, которым было все равно, что охранять, лишь бы охранять, тащить и не пущать. Мы помним характеристики противников библейского общества. Известный мемуарист Соблуков характеризовал, скажем, графа Ракчеева как большую обезьяну в мундире. За что же он его так? Чулков также пишет о нем крайне нелестно. Да и все историки. Известный историк Пыпин, например, пишет о Архенбренте Фотии, характеризуя его как темного фанатика. Относительно митрополита Серафима профессор Чистович пишет, что с одной стороны он находился под давлением внешней силы, то есть Ракчеева, а с другой не имел достаточно светлости в понятиях и силы воли, чтобы отделить вредные элементы от полезных и благотворных. И он был человеком далеко не бездарным, но всему предпочитал покой. Адмирала Шишкова все помнят за его предложение по совершенствованию русского языка, где он предлагал образцом для русского славянский язык и, скажем, вместо слова театр говорить позорище, вместо франт хорошилища, а вместо галош макроступы. Вот такие это были люди, и вот подобные им люди возобладали во всех сферах тогдашнего общества. И вот что писал в свое время о них митрополит Филарет в 1857 году. Думаю, известно, что восстание против министра духовных дел и против библейского общества и перевода священных книг образовали люди, вводимые личными видами, которые, чтобы увлечь за собой других благонамеренных, употребляли не только изысканные и преувеличенные подозрения, но и выдумки и клеветы. То есть люди это были не только охранителями, но еще и доносчиками, которые возбуждали других, пугали их какими-то страшными сказками. А вот еще одна цитата из митрополита Филарета Московского, который высказался следующим образом. Некоторые люди мнят знать дело, ревновать о пользе, службу приносить и Богу, а в самом деле угадывают и то не всегда удачно мысль, которая теперь в моде и прокровительствуется сильными и служит ей в надежде, что и она им послужит. И даже один из противников перевода священного писания на русский язык, митрополит Филарет Киевский амфитеатров, в свое время после закрытия библейского общества и сожжения тиража книг священного писания на кирпичном заводе писал болезненно видеть каких мечтателей слушают и в какие важные дела допущают людей не призванных ни Богом ни начальством. Мы знаем, что вот это сожжение было организовано неизвестно кем. Опять же, ни государь этого не повелевал, ни сенот это не определял. Митрополит Филарет пишет, что это темное пятно на том, кто выдумал сию меру и своей необдуманной ревностью увлек других. Но пятно сие не падает на верховное духовное начальство, священный сенот не составлял определения о сём. То есть, вот эти люди, охранители, доносчики, они стали господствовать и в обществе, и в церкви. Вот такой был результат закрытия библейского общества. Кроме того, что приостановился перевод священного писания на русский язык. Да, то есть, Анатолий Александрович, то, что вот в то время какая-то, ну, нестабильность, что ли, ощущается, потому что, вот как мне кажется, люди, они градиют за вот такие какие-то свои принципы жизни тогда, когда они неуверенно себя чувствуют. Может быть, в то время они тоже себя как-то неуверенно чувствовали, и поэтому вот так и поступали. Или как вы думаете? Скорее всего, так и было, потому что в свое время архимандрит Макарий, который продолжал также дело перевода священного писания на русский язык, писал, «Не там ли обыкновенно бояться, где темно? Не из мрака ли происходят все чудовища заблуждений? Не мрак ли покрывает замысли гибельные? Не во мраке ли ищет убежище злодеяния? И так нет причины опасаться полной Библии русской в переводе с оригинала в светлой и ясной. Всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот это пишет архимандрит Макарий, который ныне канонизирован русской православной церкви и является святым. Да, ну вот оно так и похоже, что вот, в общем-то, эти люди опасались за что-то, и дела их были тьмы, и делали они это все во тьме, поэтому и концов-то нет нигде. Кто, чего, как. Ну, видимо, опасались главным образом за свою власть и за деньги. Да, 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 которые они получили, в общем-то. Да, 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 даже когда библейское общество закрыли, продолжали требовать деньги от жертвователей. Да, да, да. Ну, это уже напоминает какие-то времена 30-х, 40-х годов у нас и 50-х начала. Ну, на самом деле, это же все выдумали не тогда, это все идет из древли. Да, да. Так что было кому подражать. Нашлись корни. этого. Ну, а вот на самом деле получается, что, в общем-то, вот такие люди, они стали пробиваться, и вот вы говорили по поводу того, что везде были доносчики, везде были ревнители, да, которые вот ревновали, ну, вот, лишь бы был предмет этой ревности, и уж поревновать-то они были с удовольствием. Но неужели вот всяческий интерес погиб к переводу на русский язык Библии? Или, может быть, кто-то был еще, вот, кто-то нашелся, кто отстаивал бы это? Я бы хотел остановиться на результатах действий этих людей сначала, вот, что они сотворили не только в обществе, но и в церкви. Вот, в книге Честовича написано, что вот эти люди учредили систему духовного управления, которая была направлена к охранению существующего положения дел, к устранению всяких нововведений, и всяких вопросов, возбуждающих мысль, к развитию дисциплины в иерархических отношениях и однообразия в формах жизни и даже мысли. Вот даже епархии в то время поделили на разряды, на классы, то есть были первоклассные епархии, были второклассные, были третьеклассные, даже вот... Первый, второй, третий сорт, да? Да, первый, второй, третий сорт. И для того, чтобы, скажем, священнослужителю подняться, так сказать, по должности и в сане, ему необходимо были последовательно проходить все ступени. И поэтому священнослужителей епископов часто передвигали с епархии на епархию. Об этом тоже писал еще митрополит Филарет. Архиереев перетаскивает слишком часто. Ну, что будешь делать? В синоде соглашается с всем замечанием, а когда дойдет до выбора, поступает по прежним примерам. Вот. И иерархическая жизнь проходила через ступени переходов с одного места на другое, возвышений из класса в класс, естественно, соединенных с перспективой самой высокой ступени. Если склад мыслей, характера, действий возвышающегося лица укладывался в формы этой консервативной дисциплинарной системы. Вот если ты будешь послушный, ничего не будешь говорить, не возражать, будешь держаться общепринятых правил, тебя постепенно будут двигать с одной ступеньки на другую, на третью, на пятую. Вот. Но это только при одном условии, что никаких нововведений, никаких мыслей, никаких предложений. Вот была учреждена общая система, основывающаяся на дисциплине и принципы иерархизма. Ну да, то есть идеологию нельзя было никаким образом подвергать сомнению, то есть нужно было вот в этой идеологии двигаться. Совершенно верно. И кроме того, произошли большие изменения в системе духовного образования, то есть заботились не только о том, кто уже является служителем церкви, но и о будущих служителях. Воспитательная работа, да? Да, велась воспитательная работа и вот, как говорится у Чистовича, был предпринят пересмотр классических и вспомогательных книг по богословским наукам, употреблявшихся в духовных академиях и семинаиях, в видах ближайшего приспособления их не только к догматам, но и к преданиям и чиноположениям православно-кафолической восточной церкви. За преданием и обрядностью Библия отодвигалась далее, нежели на второй план. И в духе этой системы распространяемая была мысль, будто у православной церкви есть правило не всем христианам дозволять чтение Слова Божия. Вот такое было общее направление, так сказать, реформирование системы духовного образования, чтобы изучать предания, чиноположения, правила, вероучения, все, что составляет традицию, но Священное Писание отодвигать как можно дальше, сторону, и не всем его даже позволять читать. Кстати, митрополит Филарет, один из активнейших деятелей библейского общества, в то время очень возмущался этим направлением, и один из его корреспондентов, с которым они обсуждали этот вопрос, ему писал, не могу постигнуть, откуда происходит такое мнение, не есть ли оно изобретение всегда скрытно действующих агентов латинства, или это мнение есть порождение умножающегося в наше время вольнодумства, дабы потом, как оно прежде поступало с духовенством в Западной Церкви, смеяться над нами, да помилует нас всеми ластивой. То есть люди не могли понять, откуда это все происходит, настолько это противоречило здравому смыслу и учению православной же Церкви. И подозревали, как архиепископ, тверской архиепископ Григорий писал Филарету, может быть, это католики тайно действуют, иезуиты вот так подкапываются под российскую православную Церковь, или это вольнодумцы опять, так сказать, что-то хотят сделать с тем, чтобы потом насмеяться над Церковью за ее, так сказать, невежество. Духовный терроризм, короче говоря, какой-то получается. Ну, можно сказать и так, да. И, кстати, в этот же период предполагалось утвердить исключительное церковное, учебное, общественное и домашнее употребление славянской Библии. Сделать ее самодостаточным авторитетом, как католической церкви было сделано относительно вульгаты. То есть предлагалось провозгласить тех славянской Библии исключительно самостоятельным и равным по каноническому достоинству или превосходящим по каноническому достоинству подлинник. Вот это предложение внес новый оберпрокурор граф Протасов. И митрополит московский Филарет противостал вот этому предложению и заблокировал его принятие в священном синоде. А чем он это мотивировал? Почему он так противостал этому? Если это было в общем-то мнением какого-то количества людей. Ну, он предвидел каким тяжелым последствиям это поведет, потому что нельзя иметь два подлинника. Ну да. Все равно какой-то должен быть более авторитетным. И фактически если бы приняли славянскую Библию по каноническому достоинству равной подлиннику, то и все дело ограничивалось бы изучением только славянской Библии. А подлинник вообще бы отодвинули на десятый план. Это бы привело к полному застою и упадку в церковной мысли. И в конечном счете от этого потерпела громадный ущерб именно церковь. И вот как раз по этому поводу он и сказал «Некоторые люди манят знать дело, ревновать о пользе, службу приносить Богу, а в самом деле угадывают, и то не всегда удачно, мысль, которая теперь в моде и прокровительствуется сильными и служит ей в надежде, что и она им послужит». Но, конечно, он не мог полностью повернуть вот этот процесс вспять, я имею в виду митрополита Филарета, и, тем не менее, несмотря на его возражения, всячески подчеркался авторитет славянской Библии. И, кроме того, подчеркался авторитет септуагинты, то есть греческого перевода, древнейшего перевода на греческий Ветхого Завета с еврейского языка. И предпочтение, если уже переводить, как тогда предполагали, это уже септуагинты, но не с подлинника. То есть всячески умоляли подлинник Священного Писания, оригинал. Можно было изучать либо славянскую Библию, либо уж в крайнем случае септуагинту. И вот такая воцарилась в то время атмосфера в системе духовного образования. Ну, может быть, это в связи с тем, что они считали, что есть прогресс, и вот самый прогрессивный, как в прошлой передаче вы говорили, это славянский язык. То есть лучше языка нет, самый такой продвинутый язык это вот славянский. Может быть, поэтому так они относились к этому. Ну, логику этих людей понять тяжело, вот, тем более есть основания думать, что некоторые из этих людей были не вполне, так сказать, здравомыслящими. Здравомыслящими. Вот Архимандрита Фоти были и голоса, и видения, кто его знает, откуда они были. Ну, да, понятно. Вот, так что я бы не стал комментировать это. Хорошо. Ну, а что касается дальнейшей судьбы перевода Священного Писания на русский язык, то это дело продолжил Протерея Герасим Павский. То есть все-таки нашелся человек. Нашелся, но дело в том, что он был и до того. На самом деле, ведь Протерея Герасим Павский был одним из членов Российского Библейского Общества, и он занимался переводом Псалтири на русский язык и переводом книг Ветхого Завета. Еще тогда, когда Библейское Общество действовало. Он был профессором Санкт-Петербургской Духовной Академии, профессором Санкт-Петербургского Университета, законоучителем наследника престола он был. То есть он имел чрезвычайный авторитет и как священник, и как ученый. Это действительно был, можно сказать, выдающийся русский библеист. Первый русский библеист. А как же вот он так осмелился, в общем-то, всю работу прекратили, а вот он, видите ли, все равно переводил. Так, ведь не было никакого официального постановления. Ну да. Никто ничего официально не говорил. Не было ни высочайшего соизволения, не было ни постановления Синода, никто официально ничего не запрещал. И он продолжал делать то, что не запрещено. И причем он это делал как профессор Петербургской духовной академии. Он был профессором кафедры древнееврейского языка, и во время своих занятий он переводил Библию на русский язык и давал это читать студентам. Это было как упражнение по еврейскому языку, по еврейской грамматике. И таким образом он перевел практически большинство книг Ветхого Завета с древнееврейского подлинника. А студенты очень заинтересовались этими переводами, они им действительно помогали понять смысл Священного Писания и разумение книг Ветхого Завета при домашнем чтении и при переводе в классе. И взяли эти лекции, которые содержали в себе переводы Священного Писания, книг Ветхого Завета, отлитографировали, то есть размножили таким полупромышленным способом, как, например, сейчас есть ксерокопию, то есть взяли отксерили. Причем в количестве сравнительно небольшом это делалось дважды, один раз около 150 экземпляров, а другой раз порядка 300. И эти литографированные копии распространялись среди студентов, которые изучали древнееврейский язык, с условием, чтобы получаемых экземпляров не давать и не посылать никому из лиц светских, а отсылать их токмо к одним духовным, и то, собственно, к профессорам и учителям семинарий. То есть это была очень ограниченная такая акция, причем делалось это без ведома даже профессора. Студенты предприняли это самодеятельно. И таким образом вот эти шпаргалки, содержавшие перевод, были размножены и разошлись в нескольких сотнях экземпляров. А литографированные экземпляры студенты хранили у себя и пользовались ими в классе чтения священного писания и еврейского языка. Вот таким образом это дело продолжалось усилиями протерея Герасима Павского. А как охарактеризовать этот перевод? Может быть у него какие-то достоинства, недостатки? В чем его отличие от того, что он делал? Да, его охарактеризовали. И сейчас я вам прочитаю, каким образом его охарактеризовали. В конце 1841 года член Святейшего Синода киевский митрополит Филарет получил письмо, присланное из Владимира без подписи. Письмо было следующего содержания, что недавно вышел в Петербурге литографированный русский перевод учительных и пророческих книг Ветхозаветного канона. Перевод показывает, что над ним трудился человек, сведущий в еврейском языке и способный владеть русским словом. Для христианина Слово Божие есть семя духовной жизни, хлеб питающий и укрепляющий его в утомительном пути сей жизни, вода, утоляющая жажду его в пустыне сего мира. Он ищет того же в переводе и с плачем отходит, находя в нем не глаголы Бога живого и истинного, но злоречия древнего змия. Читатели прежде всего поражают заблуждения касательно пророчеств, относящихся к Иисусу Христу и его церкви. То есть Павский, по мнению вот этого доносчика анонима, неправильно переводил те места, в которых содержались пророчества об Иисусе Христе. Во-вторых, в переводе встречаются многие места, в которых переводчик усвояет святым писанием мысли и слова, недостойные богодухновенных мужей и противные намерению их. В примере указано на перевод начала 58 главы книги Исаии. «Кричи во все горло, не умолкай». Это перевод Павского. Но можно было перевести так «Восклицай, провозглашай от всей гортани, не умолкай». То есть не понравились грубые слова. «Кричи во все горло». Вот. Ну, почему вот так? Надо это как-то помягче. Чтобы все уголки обойти, да? Да. «Восклицай, провозглашай от всей гортани». Вот. Вот это не нравилось, что слишком грубо, слишком вульгарно, слишком просторечно. Да, что мужей божьи не могли такого говорить и писать. Да, как это так? Мужи божьи могли писать и говорить на простом языке. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Да. Но одновременно он пишет, что перевод делал человек знающий древнерейский язык и владеющий русским словом. То есть доносчик здесь противоречит сам себе. Вроде бы он дает высокую оценку квалификации переводчика, а с другой стороны говорит, что так, как он переводит, переводить нельзя, потому что этого просто нельзя делать. Ну, может быть, здесь такой же вопрос о культуре речи, как вот сейчас у нас в государстве встает. В общем-то, одни считают так, другие... Достаточно посмотреть на тех людей, которые поднимают этот вопрос в государственной думе. Все становится ясно, да. Затем киевский митрополит Филарет припроводил это письмо, эту анонимку к оберпрокурору Святейшего Синода графу Протасову. И узадомлял его, что отыскан и доставлен ему один экземпляр этого перевода. И пресс-вященный просил оберпрокурора предложить осем, то есть внести на рассмотрение Святейшему Синоду для соборного рассмотрения этого важного дела. Маленькая такая бумажечка имела какую силу, да? Да. Написали анонимку. Вот анонимка попала к одному из членов Священного Синода. Он припроводил его к оберпрокурору, просил внести в повестку дня очередного заседания Священного Синода. Но прежде этого граф Протасов, оберпрокурор Священного Синода, поручил директору Духовно-учебного управления Корасевскому произвести в обозначенном переводе предварительное дознание. Не все так просто. Сначала нужно дознание произвести. Ну и начали производить дознание. И затем внесли после уже дознания на рассмотрение Священного Синода. И 13 февраля Синод постановил, составив вернейший список к лицам, получившим экземпляры перевода Святого Писания Ветхого Завета Первого и Второго литографирования припроводить ко всем преосвященным и прохиальным архиереям со строжайшим предписанием, отобрать от тех лиц означенные экземпляры и представить в самоскорейшем виде Святейший Синод, поступив таким же образом и с рукописями. То есть не только с литографиями, если даже человек вот от руки себе переписал, у всех надо отобрать, составить список и все припроводить в Священный Синод. Второе им же преосвященным поручить распорядиться независимо от содержащихся в препровожденном списке указаний к открытию через благонадежнейших духовных сановников у подведомственных им преосвященным лиц подобных литографированных или рукописных экземпляров. То есть через священников, видимо, через исповедь узнать у людей светских может быть из них кто-то получил и имеет вот эти литографированные экземпляры. Мало, так сказать, того, что у духовных лиц хотели отобрать по списку, но еще хотели изыскать благоразумные способы и открыть через благонадежнейших духовных сановников, у кого еще из светских лиц имеются вот эти литографии и рукописи, и у них отобрать. И потом еще и третье. Обратить особое внимание на понятие, какое имеют обозначенных переводов воспитанники семинарий и училищ, и ежели обнаружится, что мнение их направлено в пользу всего нечестивого творения, вредного православию, стараться благоразумными методами искоренять это пагубное мнение и доносить Святейшему Синоду о последствиях по истечении каждой трети года. То есть узнавать у воспитанников семинарий, как они относятся к этому переводу, если отношение не дай бог будет положительное, то стараться благоразумными мерами искоренять это пагубное мнение и доносить ежеквартально, как ведется работа по искоренению. А простите, а вот Павский, он был в курсе вот этой всей разборки, которая там была? В тот момент нет. То есть он даже и не знал, что происходит? Нет, уже машина закрутилась, но на тот момент он этого всего не знал, потому что, как было сказано в определении Святейшего Синода, все действия свои содержать в строжайшей тайной. Составить список, у всех отобрать, через исповедь или какие-нибудь через личные контакты узнать, кто еще получил, у тех тоже отобрать, выяснить, какое мнение, если мнение положительное, так сказать, искоренять, эти мнения, и все содержать в строжайшей тайне. Мало того, для дальнейшего дознания дела сделать же здесь, в Петербурге, строжайшие исследования о том, кто именно, из чего позволения переводил книги Священного Писания на русский язык. И вот тогда-то претерей Павский и узнал, что его ищут с собаками. Да, примерно так. И тогда вступила в свое действие комиссия, учрежденная для истребования объяснений от претерея Герасима Павского. Комиссию составляли митрополиты Киевский, Московский и граф Протасов. И вот эта комиссия начала свою работу. Вы спросили, какие же были характерные черты этого перевода? Ну да, да, да. Так вот, характерных черт было две или три. Первый, что он был сделан исключительно с еврейского подлинника. Это раз. То есть Павский не обращался ни к септуагинте, ни к славянскому тексту, переводил непосредственно с подлинникова. И у Чистовича сказано, что он до конца сохранил некоторое предубеждение против смешанного перевода Библии с еврейского и греческого текстов. Это, говаривал он, ни то, ни сё, ни еврейская, ни греческая Библия. Затем он отделял то, что считал древним источником или позднюю вставку в книги. То есть проводил работу по критическому анализу. Вот сейчас есть критические издания еврейского текста, греческого текста Священного Писания. И там есть сам текст и критический аппарат, который показывает разночтение. То же самое делал Павский. И он соединял главы и стихи в том порядке, который считал наиболее разумным. Не секрет, что книги Священного Писания и даже главы внутри некоторых книг, они расположены в произвольном порядке. Ну, например, вот в каком порядке расположены послания апостола Павла в Синодальной Библии? Вот какой порядок? Порядок очень простой, по длине. Сначала самые длинные, потом короче, короче, короче. Вот, то есть это не хронологический порядок, ни какой-то другой, ни тематический порядок, а просто вот по размеру отсортировали. И, скажем, в книге пророка Иеремии наиболее ранние его речи поставлены в конце, а наиболее поздние в начале. Ну, там вообще все перемешано, но в частности и это есть. И подобные явления есть в книге пророка Исаии. Так вот, Павский, он старался соединять книги по общей теме или по хронологии, вот, и не использовал вот традиционного деления книг Священного Писания на главы и стихи. Вот. Ну, вообще-то средневековое изобретение, деление на главы и стихи, оно не имеет никакого отношения ни к хронологии, ни к содержанию. Это просто для более удобного поиска мест Священного Писания. И третья черта была то, что перед отдельными отрывками были подзаголовки или некие такие надписания, в которых Павский излагал содержание этих отделов или вот этих отрывков. То есть, так сказать, краткое изложение содержания вот данного отрывка. Вот, собственно, и все то главное, чем отличался перевод Павского. То есть, это был совершенно нормальный перевод с древнееврейского текста, причем перевод на современный язык, за что его, так сказать, критиковали. Ну и это не предназначалось для издания, только, так сказать, для чтения и разбора в учебной аудитории, поэтому он мог соединять те или иные, так сказать, отрывки, которые поставлены в традиционном издании в другом порядке. Вот, но никакой, собственно, крамолы особо не было. И когда его начали допрашивать, Павский заявил, что перевод мой литографирован совершенно без моего согласия и ведения. Действительно, шпаргалки были. Да и мне нужды нет таить что-нибудь, потому что перевод мой делан не тайно, и уроки мои ученикам преподаваемые были открыты в глазах начальства. Он делал это несколько лет, до тех пор, пока на него не дописали донос. Причем человеком, который, возможно, никогда и не был на его уроках. Ну, этого я не знаю. А что касается вот тех претензий, которые были высказаны в анонимке, что он каким-то образом неправильно переводит отдельные пророческие места, относящиеся к Иисусу Христу и к церкви, что вот в этих его подзаголовках или кратких содержаниях нет вот принятых догматических положений. Так он это объяснял так, что вообще есть особенный класс для чтения Священного Писания, особый класс для герминевтики и также особый класс для догматики. Для всяких из всех наук поставлен особый преподаватель. И я строго отличал одну науку от другой и твердо помнил, что из круга своей науки я не должен выходить. Как профессор еврейского языка и филологии, я должен был учить своих учеников еврейскому языку. И как перевод филологический, этот перевод не мог и не должен был касаться ни до чего ни филологического. И когда я делал над некоторыми речами надписи, тогда делал сие надписи точно теми словами, которые находятся в речи. То есть он не добавлял никаких догматических вероучительных толкований. Он просто объяснял писание писанием. То есть брал некую цитату или составлял надписание тех слов, которые непосредственно были в самом тексте писания и вот таким образом делал вот эти подзаголовки или надписания. Кстати, и сейчас многие издания Российского библейского общества синодального перевода Библии содержат вот эти самые подзаголовки над отдельными разделами или отдельными сегментами священного текста и подзаголовки сделаны точно по такому же принципу, как у Павского. То есть не добавлять ничего сверх того, что написано. Никаких вероучительных предположений, догматики и так далее. То есть этот принцип еще был заложен батареем Герасима Павского. Во всяком случае, он делал то же самое, что и мы делаем и сейчас. И его перевод был таким же по своим принципам, вот подобным тем переводам, которые осуществляются сейчас российским библейским обществом. Какое его взаимоотношение с этими людьми, которые начали расследовать вот этот перевод? То есть он как-то защищал себя, они на него нападали, или как вообще это все? Ну, все это длилось достаточно долго. Был донос, было заседание Синода, была учреждена комиссия. Это еще не все. Потом, уже после Синода, был учрежден комитет для общего рассмотрения этого дела. Там бюрократическая машина работала, так сказать, на всех парах. И для составления общего по ним отчета и заключения комитет заседал несколько месяцев и представил Священному Синоду журнал или протокол своих заседаний. В итоге оказалось следующее. Не открылось никакого повода к заключению, чтобы от налитографированных переводов и распространения оных в епархиях произошел какой-либо вред. То есть гора родила мышь. Вреда, оказывается, никакого не было. Они уж тут и постановили все. Но при этом было постановлено уничтожить все эти экземпляры, которые у людей собрали и припроводили в Священный Синод, оставив по одному от всех трех противозаконных выпусков. И это еще не все. Что дальше многие из духовных лиц при требовании у них начальством литографированных экземпляров и рукописей отозвались, что они не получили эти экземпляры или не имеют их у себя, или что эти литографии уже сожжены или иным образом утрачены, то есть не хотели отдавать. Вот. Иные же, но не представили никаких доказательств. И вот этот комитет постановил, что за всеми таковыми лицами учредить негласный надзор. И если бы впоследствии оказалось что-либо противное показаниям их, подвергать их ответу за то по законам, а могущие оказаться затем экземпляры и рукописи, отбирая, представляя, то есть в священный сенот с подробным описанием всех открывшихся обстоятельств, то есть целая инквизиция. Кстати, вот один из тех, кто имел эти экземпляры, претерей Богословский, при требовании от него по указанию священника рукописного русского перевода Библии, отказался представить он и перевод при священном Венедикту, сказав, что это его собственность и что он обязан читать Слово Божие. Вот некоторые так поступали и просто не давали. Но вообще постановили следующее. На будущее всякий перевод священного писания, кроме существующего славянского, почитается противозаконным. То есть уже государственное преступление. И посему всякие подобные переводы, представляемые в типографии или литографии без дозволения Святейшего Синода должны быть конфискуемы и препровождаемы к духовному начальству от предъявителей он их немедленно предаваемые суду как нарушители законов. Но это уже серьезный запрет. Это уже государственное преступление. Да, это уже все. Вот этим всем кончилось. Вернее, эта история не закончилась, но разбирательство было долгим в нескольких инстанциях. Эти экземпляры отбирали, за людьми следили, искореняли пагубные мнения, учреждали негласный надзор и постановили всякий перевод без дозволения начальство считать противозаконным, а если обнаружится, что в типографиях что-то там печатают недозволенное, то предавать суду. И все собранные доселе экземпляры, как литографированные, так и рукописные, положено было уничтожить по особому распоряжению господина оберпрокурора, оставив по одному в синодальном архиве за печатью. Вот такой был конец этой истории. И 12 марта 44-го года, а началась эта история в 41-м году, как вы помните, последовало высочайшее повеление, дошло до императора, все закончилось повелением императора. Последовало высочайшее повеление приведения определения священного синода в исполнении. То есть он утвердил уже это все. Да. Ну а вот к сожалению. Каково значение в общем-то имел этот перевод Павского? Ну на самом деле это был первый перевод Ветхого Завета с древнееврейского подлинника. Причем это был перевод квалифицированный, сделанный знатоком как древнееврейского, так и русского языка. И ни до него, ни после него, как пишет Чистович, не было ученого, профессора, так счастливо и в такой мере соединявшего знание еврейского языка со знанием языка отечественного. Последующие переводчики так или иначе больше или меньше опирались на его труд. И мы не знаем, чтобы кто-нибудь из них отказал ему в существенных достоинствах. С возобновлением перевода Библии в настоящее царствование, то есть это уже он писал про Александра и Втором, когда возобновили перевод и уже дело делалось под наблюдением Священного Синода, дело это в духовных академиях пошло довольно быстро. То есть фактически этот перевод служил образцом или некой, так сказать, основой для той работы, которая была проведена в Священном Синоде уже в Царствовании Александра Второго. Поэтому тот перевод, который сейчас называется Синодальным, он не был начат заново, он был возобновлен. То есть вот эти все тексты Российского Библейского общества Нового Завета и тексты Протерея Герасима Павского Ветхого Завета, они прямым образом использовались в качестве основы при подготовке Синодального перевода уже в 60-70-х годах XIX века. На самом деле практически на 95% Синодальный перевод основан на этих текстах. Кстати, Новый Завет в переводе РБО уже вышел несколько лет назад, его можно приобрести и сравнить Синодальный перевод с ним. А перевод Павского, как мы видим, был уничтожен, но все-таки несколько литографий сохранилось. Правда, не очень хорошего качества. И сейчас Российское Библейское общество подготовило переиздание перевода Герасима Павского. Это издание полностью готово, его осталось только запустить в производство. И там есть предисловие, где описываются все перипетии, связанные с этим переводом. И потом, самое главное, есть текст, который можно сравнить хоть с Синодальным текстом или с переводом Архимандрита Макария, который также издан РБО. Но я думаю, где-нибудь осенью этот перевод Патриэ Герасима Павского выйдет в свет. И это будет иметь, наверное, большое значение. Должно представлять интерес, в первую очередь, для студентов духовных учебных заведений. Потому что историю учат, историю синодального перевода, историю библейского общества, и говорят, вот там был перевод такой, был перевод сякой. А познакомиться невозможно. А где тексты? Что это было за перевод? А теперь есть тексты, и можно с ними непосредственно познакомиться. Это мы считаем очень важным, и поэтому мы издаем вот эту серию Священного Писания в русских переводах XIX-XX веков. И уже вышло несколько книг вот этой серии, и вот перевод Патерея Герасима Павского продолжит вот эту серию. Да, хорошо, Анатолий Александрович, спасибо большое. А вот следующая наша передача, чему она будет посвящена? Вот в заключении нашей сегодняшней встречи мы закончили, да, вот на Павском, на его переводе, на том, что вот был запрет и значение, какое этот перевод возымел. А вот о чем мы будем в следующий раз с вами говорить? Герасим Павский был не единственным последователем российского библейского общества и той работы по переводу священного писания на русский язык, которую проводило российское библейское общество. Был еще один человек, выдающийся миссионер и переводчик священного писания архимандрит Макарий Глухарев. Он трудился на Алтае, проводил миссионерскую работу, его до сих пор очень хорошо помнят на Алтае. Вот я несколько раз бывал в этих местах и просто удивительно, как люди, живущие в каких-то там глухих уголках Алтая, где нельзя просто даже на машине добраться до этих мест, там где-то 50 километров от ближайшего жилья, они помнят о Макарии. Вот. И перевод, который делал архимандрит Макарий, вот его мы можем обсудить в следующий раз. И судьбу самого Макария, потому что его судьба тоже была драматична и уникальна, как и судьба протерея Герасима Паскова. И что сделали, так сказать, с его переводом, с его инициативой, тоже это будет, думаю, небезынтересно узнать радиослушателям. И важно отметить, что этот переводчик священного писания архимандрит Макарий в 2000 году был канонизирован русской православной церковью. Вот. Но в то время к нему как к святому не относились. Несмотря на все препятствия, проблемы, перевод Библии на русский язык продолжался. И в частности он продолжался трудами архимандрита Макария или Михаила Яковлевича Глухарева. Это известный миссионер, работал на Алтае, там его до сих пор помнят. И в 2000 году он был канонизирован русской православной церковью. И именно архимандрит Макарий продолжил труды российского библейского общества по переводу священного писания на русский язык. А кто он был такой, вот этот архимандрит Макарий? Вот вы уже сказали, что он был миссионером, ну а где он учился, что он за личность был? Может быть, особенности какие-то вы могли бы рассказать нам? Его светское имя было Михаил Яковлевич Глухарев. Закончил он смоленскую семинарию, а сам он был сыном священника из Богоявленской церкви города Вязьмы Смоленской губернии. Вот после окончания смоленской семинарии он проходил должность учителя в начальных классах той же семинарии по латинскому языку. И в 1814 году он поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Причем ректором этой академии во время его учения был архимандрит Филарет впоследствии митрополит Московский. И митрополит Филарет очень любил этого способного студента. О нем отзывались как о одном из самых даровитых и блестящих студентов Петербургской духовной академии. Одним из его преподавателей, а именно преподавателем еврейского языка был протерей Герасим Петрович Павский. И вот что касается характера, сохранились о нем предания, что он отличался крайней живостью и некоторой восторженностью, но выдавался при этом в кругу товарищей чрезвычайным изяществом, приемами и манерами светского благовоспитанного юноши. Но он не остался при академии преподавателем, хотя имел к тому же все качества. И он начал после окончания академии свою службу в Екатеринославе профессором церковной истории. Он был также инспектором семинарии и ректором низших училищ. Но как-то административная деятельность его, видимо, не привлекала. Вскоре он был переведен в Кострому ректором семинарии, там его возвели в сан архимандрита, и вот один из его учеников, преосвещенный Афанасией, бывший архиепископ Казанский, писал о нем, об архимандрите Макарии. «Славлю и величаю благодать Божию, которая осезательно для меня проявилась в скудельном сосуде его, лобызаю жезл и палицу моего наставника, ибо та мянастависта», это он по-славянски выражает, «чту благовестнический посох его, пою песнь упования и бессмертия на могиле человека Божия». Вот что писал один из его учеников. И там, в Костроме, в семинарии архимандрит Макарий как-то не прижился, видимо, опять сыграла роль вот эта живость характера, его идеализм, восторженность. Наверное, он столкнулся вот с этой казенно-бюрократической системой управления духовными учебными заведениями, которые господствовало в то время. Вот как раз то, о чем вы в прошлой передаче и рассказывали нам, то, что все это утверждено было, да? Вот это бюрократизм и всякие эшелоны власти, особенно вот в священничестве. Как известно, в то время господствовала совершенно определенная система церковного управления, и она характеризуется в книге профессора Чистовича история перевода Библии на русский язык таким образом. Система эта направлена была к охранению существующего положения дел, к устранению всяких нововведений и всяких вопросов, возбуждающих мысль, к развитию дисциплины в иерархических отношениях и однообразия в формах жизни и даже мысли. Иерархическая жизнь проходила через ступени переходов с одного места на другое. Мы помним, что тогда даже все епархии разделили на классы. И для того, чтобы достигнуть определенной церковной степени, надо было переходить из класса в класс. И поэтому епископов часто перемещали. Или, как писал митрополит Филарет Московский, перетаскивали. Иерархическая жизнь проходила через ступени переходов с одного места на другое, возвышение из класса в класс, естественно соединенных, с перспективой самой высокой ступени. Если склад мыслей, характера, действий возвышающегося лица укладывался в формы этой консервативной дисциплинарной системы. И вот мы видим, что после окончания Петербургской Духовной Академии он не остался при Академии, затем он начинал служить Екатеринославе, духовный семинар и там не удержался, затем в Костроме с ним произошло то же самое. Некоторое время он был, можно сказать, даже в ссылке или, выражаясь языком того времени, пользовался упокоением. Сначала в Киево-Печерской лавре и в Китаевской пустыне Киевской губернии, а потом в Глинской пустыне Курской губернии. То есть вот он некоторое время был в ссылке в монастырях. Но в 1829 году он все-таки нашел дело, которым он был предназначен, и направил его вот по этому пути. Тогда образовалась миссия в Тобольской и Казанской губерниях для обращения инородцев-язычников к христианству. И Макарий был перемещен в Тобольскую епархию под руководство местного архиепископа Евгения Казанцева с поручением священноначаля обратить его на дело проповедания. То есть, видимо, на прежних своих должностях вот он так всем надоел и всякими инициативами, нововведениями, предложениями, вот, что начальство от него, наверное, устало, и припроводило его в Тобольск с поручением обратить его на дело проповедания, то есть, вот, дать выход его энергии. То есть, можно сказать, они даже помогли ему реализовать себя. Да, сначала его держали после административных должностей в монастырях для упокоения, но, видимо, он и там не успокоился, и тогда его уже направили... Не помогло. Да. Видимо, и там не помогло, причем это было несколько монастырей, целых три. Да, и ни один не справился с его ретивым характером. Вот, хотя он был человеком очень изящным, благовоспитанным, но при этом был очень живым и восторженным. Целеустремленным. И целеустремленным, да. Кроме того, у него действительно были глубокие знания, его любил и ректор, и профессор тревнееврейского языка, но вот кончилось это тем, что его переместили в Сибирь с поручением обратить его на дело проповедания, потому что уже он всем надоел. Это мнение складывается из обозрения его карьеры. Вот. Но даже там, интересно, когда он выбрал для своей миссионерской деятельности определенный округ, Кончатовский округ, по сношении епархиального начальства с Гражданским, то есть по его поводу велась переписка, видимо, он был под негласным надзором, план этот не получил утверждения, то есть его не утвердили и там, вот в том округе, который он для себя выбрал, для проповедания. И услали еще дальше, то есть услали в Бийский округ Томской губернии, это еще где-то на полторы тысячи верст дальше, чем Тобольская губерния. И там, на Алтае, он начал свою миссию. Намного больше о нем написано в предисловии пятикнижия в переводе Архимандрита Макария. Ну вот такие вехи его пути. Да, я считаю, что очень важно знать, что за личность того человека, который переводил Писание, потому что ты тогда понимаешь, что скрывается во всем том, что ты сейчас, допустим, читаешь Библию и понимаешь характер того человека. И я считаю, что он тоже отображается в какой-то мере. Либо это человек, который старается сгладить углы, либо это человек, который истину пытается донести так, как она была в первоначальном виде изложена. Архимандрит Макарий, конечно, по своему характеру отличался от других подвижников дела перевода священного писания. Он отличался от протерея Герасима Павского, потому что протерея Павский был, прежде всего, ученым, профессором. Он по характеру был человеком рассудительным, спокойным. И хотя он продолжал переводить священное писание на русский язык, но делал это в учебной аудитории, без особой огласки. И только потом, после анонимного доноса, его начали преследовать и допрашивать по поводу того, что он делал. Но сам он никогда не нарывался на неприятности. В отношении митрополита Филарета можно сказать, что это был человек очень тоже уравновешенный, здравомыслящий и духовно очень мудрый, который умел оценивать обстановку и предпринимать решительные действия только тогда, когда был уверен в успехе своих действий. Ведь вот эти 30 лет закрытия библейского общества до воцарения Александра II он не настаивал на переводе Священного Писания на русский язык. Хотя был горячим сторонником этого перевода всегда и был одним из главных инициаторов и участников его. И в этот период, когда преобладали охранители, доносчики, когда император не благоволил к этому делу, он не старался продвинуть его вопреки складывающейся обстановке, но старался сделать так, чтобы не было хуже. В частности, он воспрепятствовал канонизации славянской Библии, то есть воспрепятствовал тому, чтобы церковь провозгласила славянскую Библию, равной по своему достоинству оригиналу Священного Писания. Он воспрепятствовал официальному утверждению приоритета текста Септуагинты или перевода 70 толковников над еврейским подлинником Ветхого Завета и, конечно, он способствовал тому, чтобы такие люди, как Архимандрит Макарий и протеер Герасим Павский, они имели возможность учиться и работать. Это все проходило под покровительством московского митрополита Филарета. И только через 30 лет, после воцарения Александра II, он проявил инициативу и перевод Священного Писания на русский язык был возобновлен благодаря его усилиям. Но 30 лет он фактически на этом не настаивал и только старался сделать так, чтобы не было хуже. А Архимандрит Филарет, он был человек очень горячий и впоследствии вот сейчас мы поговорим о том, как он пытался продвинуть дело перевода Священного Писания на русский язык, несмотря ни на что. А вот как Архимандрит Макарий, он пришел к тому, что он начал переводить Священное Писание на русский язык. Вот каковы его мотивы были? Прежде всего его миссионерское служение. Он не занимался переводом Священного Писания из любви к искусству. У него была практическая цель просветить язычников, сидящих во тьме. И вот в одном из воспоминаний о Архимандрите Макарии мы читаем. Архимандрит Макарий не только не вкушал от млека стада своего, не от плода насажденного им виноградника духовного, но еще более обрекал себя на частые трудные поездки из Сибири в Москву для сбора подаяния в отраду и помощь бедной пастве своей. Макарий ни на минуту не отставал от веренного ему апостольского служения, но то пробирался через сугробы в глушь сибирских лесов со своими сподвижниками, то утешал и учил худородных мира сего, то опять отправлялся на одноконные телеги или открытых санях за милостынею в златоглавную древнюю слотолицу. Не все равно узнавали человека Божия в умоленном и усталом страннике. То есть это не был ученый при всех регалиях статный красивый холеный то есть во всяком случае он предпринял перевод в священное писание нет нечего делать потому что делать ему было что и мы видим что был он человеком чрезвычайно самоотверженным что он не только проповедовал не только учил людей не только помогал но и собирал для них лично пожертвования в Москве чтобы его миссия продвигалась успешно и не все узнавали человека Божия в умоленном и усталом страннике но тем не менее вот работая в этих условиях всяческих лишений стеснений и недостатка сил а он кстати был слабого здоровья особенно он страдал глазами то есть у него было очень слабое зрение но тем не менее он в этой обстановке предпринял перевод священного писания на русский язык Чистович пишет по делу миссионерства имея постоянную нужду обращаться к пособию и руководству слова Божия архимандрит Макарий живо чувствовал все неудобство обращения к славянскому тексту часто малопонятному или не точно передающему смысл подлинника более того он писал язык славянский сделался мертвым на нем никто у нас не говорит и не пишет число людей разумеющих его в священном писании мало пред миллионами частью неразумеющих частью малоразумеющих между которыми большое количество служителей церкви то есть даже служители церкви мало понимали славянский язык ну об этом пишет архимандрит Макарий получается тогда то что вот в то время его побуждала вот именно нужда это не просто вот его идеи какие-то или научные работы какие-то то есть будучи миссионером он ездил и наблюдал что то писание которое есть оно все равно не достигает людей совершенно верно да ну а знало ли духовное тогда руководство или светское его начальство вот о том что он начал переводить библию и как вообще это началось вот будучи в миссионерских своих поездках либо у него все же был какой-то плацдарм где-то на котором он основывался как он переводил это все в 1834 году архимандрит макарий прислал московскому митрополиту филарету письмо о потребности для российской церкви приложения всей библии с оригинальных текстов на современный русский язык но филарет не дал этому письму в ту пору ни хода ни известности потому что высшая церковная администрация того времени враждебно относилась ко всем попыткам подобного рода то есть сначала он написал к своему наставнику правильно поступил правильно поступил но митрополит филарет не дал хода его письму потому что думал видимо что ничего из этого не выйдет кроме того что человека просто сломают но архимандрит макарий не успокоился это его не остановило и в 1837 году через 3 года он прислал в комиссию духовных училищ при священном синоде начало своего труда перевод книги Иова макарий начал с этой книги вероятно потому что библейское общество довело свой перевод до этой книги то есть он считал себя видимо последователем и продолжателем труда российского библейского общества и когда он отправлял свой перевод в комиссию духовных училищ в то же время он послал прошение или письмо на высочайшее имя императору и просил его высочайшего повеления о рассмотрении перевода его в комиссии духовных училищ и об издании его на суммы комиссии для употребления в духовных училищах то есть видимо он не доверял комиссии духовных училищ думал что они его труд куда-то так сказать задвинут и продублировал через императора да через императора вот с тем чтобы он побудил комиссию этот труд издать и распространить среди духовных училищ так что с ним произошло нечто противоположное тому что произошло с претерием Павским если Павский никому не надоедал вел себя спокойно и только после доноса его начали допрашивать почему он занимается переводом то Макари вел себя совершенно открыто и писал и митрополиту Филарету и в комиссию духовных училищ и самому императору о том что надо это дело продолжать несмотря на всю тягостную обстановку того времени а они были как-то в одно время получается ведь да примерно это происходило в одно и то же время в конце 30-х начале 40-х годов 19-го столетия вот вы какой-то отрывок читали там по-моему было написано что как раз вот один из преподавателей Макария это был Павский да тот же да совершенно верно он был его преподавателем еврита да еврейского языка а митрополит московский Филарет был ректором духовной академии в то время как к ней учился архимандрит Макарий то есть это был один и тот же круг людей но конечно люди это были совершенно разные по характеру протарей Павский это был прежде всего ученый митрополит московский Филарет был прежде всего пастырь а архимандрит Макарий был прежде всего миссионер миссионер да но все видели нужду в этом да но все все они видели нужду совершенно верно ну и вот каково же все-таки начальство относилось вот к нему вот вы говорите что он беспокоил всех он писал всем не только значит церковным начальством но и так же светским он императору писал государю императору на самый верх и он написал не одно письмо а несколько и в частности император он писал что ваше величество можете совершить сие святое здание столь торжественно начатое и столь высоко возведенное в царствование Александра Благословенного то есть под зданием он разумевал перевод священного писания на русский язык и сие есть знамение особенного благоволения Божия к российской церкви венец чести который ей предназначен и принадлежит поспешайте делать добро как говаривал нам бессмертный Суворов он и Суворов при этом цитировал и далее он пишет всемилостивейший государь когда российская церковь будет иметь полную российскую библию тогда господь избавит нас от нареканий между народами которые уже не будут говорить что русские ненавидят свет и сами боятся полного света своей религии и что русские равнодушно остаются без полной российской библии между тем как имеет полный алькаран в российском наречии то есть он письме к императору пытался взывать к повышению престижа российского народа пред другими народами потому что в Европе было мнение что русские такие темные и религия у них темная архимандрит Макай говорил когда мы переведем библию на русский язык то тогда господь нас избавит от этого нарекания между народами и конечно каждому императору хотелось чтобы возглавляемое им государство слыло просвещенным а не темным а не темным да и он указывал на то что почему нельзя иметь библию на русском языке когда имеется лькаран и в частности он писал что тем самым вы облегчите для церковного юношества изучение библии подвините далеко вперед к усовершенствованию богословские науки в академиях и семинариях наших распространите употребление и разумение библии в полноте и я между приходскими священниками и их сослужителями и положите божие основания к возвышению и очищению нравственности в церковном клере надо сказать что император николай был очень озабочен положением дел в церкви и в свое время в 1827 году он даже пытался предпринять реформу внутри церкви ему был представлен проект об улучшении духовного управления то есть он видел те недостатки те трудности которые были и как-то стремился напуская административными мерами их устранить и вот архимандрит Макай говорил что вот этим как раз вы облегчите для церковного юношства изучение библии подвините далеко вперед науки и распространите разумение библии между приходскими священниками и положите божие основания к возвышению и очищению нравственности в церковном клерии то есть это будет средство очищения нравственности среди священников то есть он как раз попал в точку это как раз то о чем и переживал но во всяком случае пытался да пытался ну от императора не было ответа видимо он был занят другими делами история об этом умалчивает но комиссия духовных училищ поручила рассмотрение перевода книги Иова профессора еврейского языка Иванову претерей Иванов отозвался что перевод исключая немногих мест довольно правилен но не везде чистый ясен иногда слишком буквален часто весьма растянут и потому без значительного усовершенствования не может быть полезно употреблен в духовных училищах но вероятно в его словах была доля правды потому что архимандрит Макарий не был таким знатоком как претерей Герасим Павским еврейского языка и его перевод отличался некоторыми недостатками не везде он выражался ясно была некоторая растянутость но тем не менее он достаточно был чистый правилен а в 39 году архимандрит Макарий еще одно письмо написал государю и представил перевод другой ветхозаветной книги пророка Исаии и опять попросил императора побудить комиссию духовных училищ издать этот перевод и более того полагая что первое его письмо на высочайшее имя по обстоятельствам затерялось или что множество дел не оставляло его величеству досуга на то чтобы прочитать его Макарий счел за нужное по важности истин изображенных в том письме и по связи их с делом служения его при слове Божьем снова представить список с него государю то есть он продублировал свое прежнее письмо архимандрит архимандрит Макарий и в то время не оставлял постоянных попыток продолжать этот перевод и он был в Петербурге в отпуске на лечение и представил священному синоду уже лично мысли о способах к успешному распространению христианской веры среди евреев магиметан и язычников в российской державе и тут он имел случай узнать что представленная им комиссия духовных училищ рукописная книга пророка Исаии отдано цензуру на рассмотрение передали в цензуру да и в то время как раз он имел радость приобрести в российском наречии все канонические книги Ветхого Завета пророческие и поучительные переведенные с оригиналом протопрессвитером Герасим Петровичем Павским то есть ему в руки попали вот эти литографированные экземпляры и он был счастлив вот это было за год того как была написана анонимка на Павского то есть он оказался в числе этих немногих счастливчиков да совершенно верно и он продолжал перерабатывать свой перевод уже имея ввиду перевод Павского и он сравнивая свой перевод с переводом протерея Павского редактировал свои тексты и снова представил их священному синону Анатолий Александрович они что переводили одинаковые книги что ли почему он сравнивал они переводили прежде всего пророческие и учительные книги а зачем тогда вот они не знали они же действовали независимо друг от друга а вот сейчас у него уже на руках есть перевод вот этот вот зачем ему тогда нужно было еще переводить ну он не во всем был согласен с теми вариантами которые представил протерея Герасим Павский и по некоторым местам священного писания имел свое мнение он не следовал арабски перевода своего учителя но конечно принимал его во внимание при том когда делал свой перевод и конечно он продолжал досаждать святейшему синоду своими предложениями о переводе Библии на русский язык вот он пишет благотворно и достохвально издание творений святых отцов на чистом русском языке но святые отцы посылают нас к священному писанию и возьмем в рассуждение состояние женщин в простом народе военных людей служителей правосудия земледельцев даже миссионеров и многих приходских священников как часто у них бывает мало времени для многого чтения творений святых отцов так много а Библия одна одна для всех и в ней одно и все и все могли бы находить время по крайней мере для русской Библии по которой было бы удобнее нежели по-славянски умудриться во спасение веры во Христа Иисуса и далее он писал что не там ли обыкновенно бояться где темно не из мрака ли происходят все чудовища заблуждений не мрак ли покрывает замыслы гибельные не во мраке ли ищет убежище злодеяния и так нет причины опасаться полной Библии русской переводе с оригиналов светлой и ясной всякий делающий худые дела ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его а поступающий по правде идет к свету дабы явные были дела его потому что они в Боге соделаны более того он писал и императору о том что Россию постигает наказание кары от Бога за то что перевод писания на русский язык был приостановлен он к этим карам отнес и восстание декабристов и наводнение в Петербурге в 1824 году и холеру 1830 года и пожар Зимнего дворца то есть он переводил все возможные аргументы как говорится не мытьем так катанием то есть он говорил что до тех пор пока мы Библию не переведем на русский язык Россия будет преследовать кары Божьей и приводил в качестве примера вот то что действительно происходило реальные события этого времени вот мы говорим да о том что вот архимандрит Макарий переводил и вот беря во внимание вот его миссионерскую деятельность вот в каких условиях он этим занимался в общем-то ну вот вы читали да говорили о том что вот на телеге на санях и получается вся его жизнь была по сути дела это между какой-нибудь деревушкой в Алтайском крае и столицей где он собирал пожертвования да где он собирал пожертвования он работал в чрезвычайно трудных условиях и мало того что он ведь был почти слепым у него были помощники которыми помогали писать сохранился только один рисунок архимандрита Макария даже на этом рисунке видно что он подслеповатый он кстати очень не любил когда его пытались рисовать сохранилось только одно изображение архимандрита в конце концов состоялось определение святейшего синода 1841 году о том что архимандрит Макарий употребляя предсветейшим синодом настояние о продолжении перевода священного писания на русское наречие приступает к пределы своего звания и своих обязанностей и тем более что входит в суждение несогласное с решением уже принятым по всему предмету высшей властью далее говорилось что неосмотрительная ревность его основывается на погрешительном мнении будто церковь российская не имеет своего священного писания на природном наречии российского народа тогда как она имеет оное на природном славяно-русском языке который употребляется и в церковном богослужении и на котором и простолюдины священное писание читают и разумеют а некоторые даже охотнее читают нежели в переводе на ново-русское наречие и третий пункт постановления рассуждение архимандрита макария в котором он на разные бедствия представляет как бы наказанием за неисполнение его мысли приложить все священное писание на новое русское наречие сколько неосновательны и нелепы столько же несообразны и с должным повиновением постановленной от бога власти и с духом смирения в противность которому он поставил себя непризванным истолкователем судеб божьих и потому преосвященному томскому то есть епископу которому подчинялся макарий поручено было вызвать архимандрита макария в архиерейский дом и вразумив его о вышесказанном внушить ему чтобы он за свой дерзновенный и нетерпимый поступок подлежал бы строгой ответственности по силе 55 правила святых апостол и для такого вразумления удержать его в архиерейском доме от трех до шести недель смотря по надобности и для очищения совести его от поступка несообразного со смирением и с долгом подчиненности назначить ему молитвенную эпитемию с поклонами по силе и усмотрению пресвященного то есть назначили ему церковное наказание подобие что-то тюремных каких-то получается наряд вне очереди да наряд вне очереди типа гауптвахта вот кстати его заставили каждый день служить литургию и в продолжение шести недель но это принял он за милость Божию и был очень доволен этим наказанием настоящий ревностный человек да подвижник но вот несмотря на то что такие значит выстраивались отношения со священным синодом как он отреагировал на это все вот помимо того что он с радостью значит решил исполнять те предписания которые были даны то есть вот кроме радости ничего в нем не было или как потому что они по сути дела запретили ему уже переводить и вообще какие-то действия предпринимать но тем не менее архимандрит Макари не успокоился и поскольку он занимался переводом на русский язык он сделал в то же время извлечение из книг священного писания на русском языке для чтения новообращенных и назвал это извлечение алфавитом Библии то есть он попытался сделать под видом азбуки некоторую выборку из своих переводов допустим на букву А и там идет какой-то текст который начинается или какие-то фразы из священного писания которые начинаются на букву А на Б и так далее и вот это он назвал алфавитом Библии и в ноябре 41 года уже после всех наказаний отправил эту рукопись к московскому военному генерал-губернатору князю Голицыну но это уже был другой Голицын прося содействия его к изданию этой книги возвращаясь в Сибирь к алтайской церковной миссии писал он князю Голицыну был я напутствован сверхчаянием моего благословением которым ваше сиятельство изволили усерднейше соизволить о том чтобы я писал к вам о нуждах миссии то есть он собирал пожертвования и встречался с разными людьми и генерал-губернатор ему сказал ну пишите может быть чем поможем вот и он это использовал и говорит что вот вы мне сказали писать о нуждах и вот моя нужда сие соизволение вашего сиятельства дало мне смелость послать к вам рукописную книжку под названием алфавит Библии которая при помощи Божией составлена мною по требованию должности и предана покровительству и попечению вашего сиятельства и всех сословий царствующего города Москвы и потому что не имею собственных способов для напечатания этой книжки надеюсь найти их в христолюбивом усердия вашего сиятельства и всей благоверной столицы то есть просил его материальной помощи тем чтобы эту книгу издать и он далее пишет всем сердцем молю вас приложить настоятельнейшее старание к тому чтобы сия книжка как можно скорее была послана в цензуру и была напечатана иждивением вашего сиятельства и всех сословий царствующего города и во множестве экземпляров была прислана в Биск на мое имя для здешней миссии то есть он просил чтобы весь тираж был прислан ему дело миссии а раньше он просил комиссию духовных училищ тем чтобы его переводы были распространяемы в духовных учебных заведениях но здесь есть некоторые изменения так сказать линии поведения но тем не менее все равно он старался насколько возможно продвинуть это дело ну там ему уже так настолько настучали все равно он продолжал это делать пускай в более скромных видах и масштабах нет ну а вот после вот всех этих перипетий как в священном начале вот ответили на этот алфавит Библии вот на его письмо это ну как всегда московский генерал-губернатор припроводил доставленную к нему рукопись алфавит Библии вместе с письмом архимандрита Макария к обер прокурору святейшего синода графу Протасова и спрашивая отзывы его граф Протасов припроводил его к ректору Петербургской духовной академии пресвященному Афанасию а пресвященный Афанасий дал о ней следующий отзыв в рукописи алфавит Библии нет истин православной веры основанных на священном предании в том-то и дело что весь этот алфавит архимандрит Макарий основывал только на священном писании а в отзыве было сказано а там нет ничего из священного предания далее многие места священного писания ветхого завета сочинитель приводит по такому тексту который православной российской церкви вовсе неизвестен то есть по своему переводу а это не было официально одобрено официально известно церкви и вывод таким образом слово Божие вместо того чтобы быть вонёю в живот но это славянское выражение воня это значит благоухание запах никогда бы не подумал сейчас воня это нечто такое смердящее вот а тогда воня это был аромат благоухание по-славянски вот животный в живот это означает жизненный в жизнь то есть слово Божие вместо того чтобы быть ароматом или запахом жизни для того чтобы жить для многих может сделаться вонёю смертную смерть то есть для многих может сделаться запахом смертным на смерть поселив в них мысли противные православному учению вот такая была рецензия и святейший синод опять уже в декабре 42 года определил оставить ее рукопись без всякого употребления сдать для хранения в синодальный архив и еще раз послали определение епископу под началом которого служил архимандрит Макарий чтобы он для такового внушения еще раз ему сделать внушение вызвал его в архиерейский дом и вообще принял надежные меры к наблюдению за его действиями и к отклонению его впредь от неправильных действований то есть еще раз предписал его непосредственному начальнику принять меры к исправлению вот столь строптивого миссионера еще один наряд вне очереди еще один наряд еще одна гауптвахта понятно ну а в общем-то как дальше вот архимандрит Макарий что он дальше делал как он реагировал на все это ведь получается сколько там уже это тяжба лет то тянулось кончилось это все тем что он оставил алтайскую миссию и видимо не по своей воле и назначен был настоятелем в монастырь это был Болховский оптин монастырь Орловской губернии ну и там мысль о переводе Библии не оставляла его вот в 1846 году он выпросил себе у святейшего синода позволение отправиться в Иерусалим и думал в Вифлеемской пещере блаженного Иеронима или в другом каком-то месте заняться на свободе пересмотром перевода ветхого завета с еврейского языка на русский ему не давали это делать в России и он решил отправиться в паломничество в Израиль и там закончить этот свой труд но уже держа в руке посох паломника он за ним мог и вскоре после того в 1847 году скончался а это сколько получается лет ему приблизительно было когда он родился есть какие-то упоминания а сейчас мы посмотрим если он где-то в 30-е годы учился да то он где-то ровесник века но может быть в конце 18 века родился пускай может быть году в 90-м я точно не знаю вот ну плюс 10 лет то есть он не был очень старым может быть было около 60 лет но он был слабого здоровья то есть вот именно так вот его жизнь закончилась да вот архимандрита макари вот расскажите пожалуйста анатолий александрович а как действия церковного руководствия как действия вот светских властей которые естественным образом ссылались на отношения церковного руководства они повлияли на общую ситуацию в жизни всей россии потому что когда вот в предыдущих передачах мы говорили о том что есть особое какое-то продвижение особые какие-то хорошие тенденции то время когда был перевод библии да и как же вот все эти запреты повлияли на жизнь российских жителей ну мы помним слова митрополита филарета о том какие люди в то время всплылили на поверхность и возобладали в обществе и в церкви он писал некоторые люди мнят знать дело ревновать о пользе служить богу а в самом деле угадывают мысль которая теперь в моде и покровительствуется сильными и служит ей в надежде что и она им послужит то есть это были люди которые не имели самостоятельных мыслей старались угодить начальству старались все охранять тащить и не упущать и все это привело к тому что в высших слоях обществах вот эти люди получили преобладание и в частности государь Николай первый в свое время писал брату представьте что среди всех членов первого департамента сената нет ни одного человека которого можно было бы не говорю уже послать с пользой для дела но даже просто показать без стыда вот такие люди получили преобладание в обществе и все это привело к тому что что называется в курсе истории торжеством реакции Николай Павлович всеми силами старался помешать развитию либерального движения в Германии и в других странах последствием этой слепой страстной неистовой политики Николая была ненависть народов к России а он это делал под влиянием видимо своего окружения вот и хотя Россия еще внешне была сильна но тем не менее вот преобладание бездарных людей в руководстве скоро привело к краху в том числе и к военному краху России в Крымской войне и вот что писал один из историков того времени он характеризует тогдашнее наше положение как весьма безотрадное и жуткое давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества давно ли наши поэты внимали хвале которую нам семь морей немолчно плещут давно ли они пророчествовали что нам Бог отдаст судьбу вселенной гром земли и глаз небес что стало с нашими морями где громы земли и горня благодать мысли и слова кого поражаем мы кто внимает нам наши корабли потоплены сожжены или заперты в наших гаванях неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю друзей и союзников у нас нет в исполинской борьбе с половиной Европы нельзя более скрывать под сенью официальный самовосхвалений в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников оказалось что в нашем флоте не было тех именно судов сухопутной армии того именно оружия которые требовались до уравнения боя что состояние вооружения наших береговых крепостей были неудовлетворительны что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог сверху блеск внизу гниль везде преобладает у нас стремление сеять добро силой везде пренебрежение и нелюбовь к мысли движущейся без особого на то приказания везде противоположение правительства народу казенного частному пренебрежение каждому из нас в особенности их человеческой личности вообще водворилось в законах и это писал историк Валуев которого трудно заподозрить в радикализме он был и в предвзятости да и в предвзятости он был консерватором и один из славянофилов явных противников скажем каких-то западничества да или либерализма в частности писал о состоянии России тогда в судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена безбожной лести лжит ли творной и лени мертвой и позорной и всякой мерзости полна вот такая печальная картина в конце царствования Николая Первого это был период Крымской войны и один из мемористов того времени бывший министр по-моему внутренних дел Валуев писал Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества Давно ли наши поэты внимали хвале которую нам семь малярей немолчно плещут Давно ли они пророчествовали что нам Бог отдаст судьбу вселенной гром земли и глаз небес Что стало с нашими морями Где гром и земли и гор не благодать мысли и слова Кого поражаем мы Кто внимает нам Наши корабли потоплены Сожжены или заперты в наших гаванях Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега Неприятельские армии безнаказанно попирают наши земли Друзей союзников у нас нет В исполинской борьбе с половиной Европы нельзя было более скрывать под сенью официальных самовосхвалений в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников Оказалось что в нашем флоте не было тех именно судов В сухопутной армии того именно оружия которые требовались для уравнения боя Что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог сверху блеск внизу гниль везде преобладает у нас стремление сеять добро силой везде пренебрежение и нелюбовь к мысли движущиеся без особого на то приказания везде противоположение правительства народу казенного частному пренебрежение каждому из нас в особенности их человеческой личности вообще водворилось в законах и в этот момент шла еще осада Севастополя умирает царь Николай Первый и на престол взошел император Александр Второй который в памяти народной остался освободителем Александр освободитель если Александр Первый остался в памяти народной как Александр Благословенный то Александр Второй освободитель именно этот император освободил страну от крепостного права именно он провел важнейшие реформы судебную реформу военную реформу административную другие реформы и к сожалению он был убит в результате террористического акта 1882 1881 году 1 марта на мой взгляд это был один из лучших императоров России кстати он закончил войну на Кавказе которая длилась более 40 лет он освободил славян на Балканском полуострове в результате войны с Турцией и совершил много других выдающихся деяний в Петербурге есть собор спас на крови и вот на этом соборе помещены таблицы бронзовые таблицы где перечислены деяния этого императора а собор стоит как раз на том месте где в результате взрыва бомбы погиб этот выдающийся государственный деятель и стоит просто прочитать вот эти таблицы эти надписи то становится ясно что это был действительно выдающийся император и именно в его царствование был возобновлен перевод Библии на русский язык тот перевод который впоследствии стал называться синодальным хотя мы помним из содержания наших предыдущих передач в основном синод тормозил дело перевода Библии на русский язык или во всяком случае большая часть синода препятствовала всяческим образом вот в лучшем случае уклонялся от взятия ответственности на себя вот именно в этой области Анатолий Александрович вот вы уже как бы рассказали о том что этот перевод был возобновлен при царствовании Александра Второго да и какая обстановка вот к этому времени вот вы упомянули да то что войны закончились вот все это подошло к концу то есть а что еще вот вы могли бы сказать об этом ну прежде всего надо вспомнить о личности Александра Второго и о тех людях которые его окружали мы знаем что в то время наверх всплыло множество дураков и охранителей которым было все равно что охранять тащить и не пущать и к сожалению эти люди господствовали во многих сферах жизни в том числе и в общественной и в церковной и в государственной в результате того сложилась обстановка когда многие люди просто не могли как-то реализовать себя оказались лишними людьми и мы вспомним что вот русская литература она полна описаний вот этих лишних людей как Печорин Рудин и другие Александр Второй воспитывался в основном тремя выдающимися личностями законоучителем то есть учителем закона Божьего у него был протеорей Герасим Павский выдающийся библеист ученый переводчик Ветхого Завета на русский язык воспитателем его был Жуковский известнейший русский поэт и беседы о законах ему читал Михаил Михайлович Спиранский выдающийся российский государственный деятель член государства Совета самый видный российский законовед первой половины 19 века и кстати из этих трех двое были активными членами и сотрудниками российского библейского общества то есть Спиранский и Патерей Герасим Павский и сам Александр был очень чувствительным и великодушным человеком у него был мягкий характер и вот эти люди воспитывая его заранили его душу вот идеи добра гуманности по отношению к собственному народу и не случайно именно этот император провел те реформы которые в значительной мере освободили русский народ от тех пут от тех оков которые душили его на протяжении столетий а как же он тогда вот имея такой мягкий характер смог стать тем человеком который завершил значит воины которые такие преобразования привез привез да это удивительно но это так я процитирую его ответ на вопрос законоучителя протирея павского следует ли прощать обиды цесаревич ответил должно несомненно прощать обиды делаемые нам лично но обиды нанесенные законом народным должны быть судимы законами существующий закон не должен делать исключений ни для кого то есть как государственный деятель он имел волю он имел цель и осуществлял реформы целенаправленно и кроме того нужно отметить что он лично был очень храбрым человеком то есть один из мемористов вспоминает это кстати был Петр Кропоткин впоследствии известный анархист он служил в пажевском корпусе при дворе Александра второго и вот он что пишет перед лицом настоящей опасности Александр второй проявил полное самообладание и спокойное мужество и между тем он постоянно жил в страхе опасностей существовавших только в его воображении без сомнения он не был трус и спокойно пошел бы на медведя лицом к лицу однажды медведь которого он не убил на повал первым выстрелом смял охотника бросившегося вперед с рогатиной тогда царь бросился на помощь своему подручнику он подошел и убил зверя выстрелив в упор я слышал этот рассказ от самого медвежатника и мы вспомнил что на Александра второго было по меньшей мере семь серьезных покушений его пытались взрывать и в него стреляли и не один раз и в конце концов он погиб от взрыва бомбы но даже вот в этой обстановке он всегда сохранял мужество и хладнокровие но об этом долго рассказывать но тем не менее это факт еще отметим что он принял царствование в очень сложный период то есть вот как об этом пишет Георгий Чулков царствование Александра все было под знаком катастрофы когда в феврале 1855 года умер Николай Павлович передав сыну команду не в добром порядке как он сам выразился положение России было ужасно если почитать мемуары и письма того времени они все исполнены мучительной тревоги возмущения и смятения принять русскую корону в час когда вся Европа вооруженная и озлобленная была против России в час когда внутри страны утомленной полицейским Николаевским режимом не было никакого доверия к правительству это ли не страшно это ли не ужасно и вот еще что писал Тютчев известный русский поэт он кстати тоже был государственным деятелем и дипломатом в то время а между тем продолжалась осада Севастополя по-видимому то же бессмыслие которое наложило свою печать на наш политический образ действий присуще и нашему военному управлению и не могло быть иначе подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства последствия подобной системы не могут иметь пределов ничто не было пощажено на всем отразилось это давление все и все сплошь одаррели известия все плохие и чувствуется по их глупейшим бюллетеням что они совершенно растерялись мне кажется что никогда с тех пор как существует истории не было ничего подобного империя целый мир рушится и погибает под бременем глупости нескольких дураков вот что писал великий русский поэт Федор Тютчев и вот в этой обстановке император Александр Второй принимает бремя царствования и мы вспомним что ведь идея о переводе Библии на русский язык и вообще обращение к Библии произошло у императора Александра первого именно тоже в момент величайших испытаний то есть прогресс в деле перевода Библии на русский язык происходил в то время когда стране было очень тяжело когда был кризис когда страна стояла перед катастрофой перед возможной катастрофой и вот в это время император обращались к Библии и производили какие-то действия реформы прорывы и в общественной области в государственной области и в эти же периоды происходили прорывы в области перевода священного писания на русский язык ну а вот тогда благодаря каким личностям значит вновь этот перевод был возобновлен вот я так полагаю может быть Герасим Павский или Спиранский они как-то посодействовали вот как вы уже говорили но дело в том что Павский был в опале его никто не слышал даже вот при том что он он уже попал в опалу при Николае первом а умер он по-моему в 1863 году то есть вскоре после воцарения Александра и он уже был стареньким и не мог как-то повлиять и кроме того у него не было вот возможности он фактически жил в изоляции та экзекуция которая над ним произвела комиссия по расследованию его деяний она конечно оставила большой след в душе это было унижение это была опала это была насмешка во многом над ним вот весь этот абсурд весь этот набор глупостей который предъявлялся в качестве обвинений Павскому конечно оставили большой след в его душе и его морально во многом подавили но он все равно остался членом библейского общества библейского общества тогда не было оно было закрыто в 1826 году но архимандрит Макарий умер собираясь в Иерусалим чтобы там переводить Библию но жил и действовал третий подвижник митрополит московский Филарет активнейший член российского библейского общества человек который возглавлял работу по переводу нового завета на русский язык под эгидой российского библейского общества и вот этот выдающийся духовный деятель он недавно канонизирован русской православной церковью вот все эти 30 лет терпел вот эту вот систему вот это давление эту глупость это обилие людей которые не призваны ни богом ни начальством но тем не менее что-то хотят делать и весьма ретивы в своих действиях вот эти 30 лет он вынашивал мысль о возобновлении перевода библии на русский язык того перевода который начинался под его непосредственным руководством и конечно он не мог многое сделать в то время чтобы продвинуть дело перевода потому что большинство членов священного синода было против а он сам был членом священного синода он видел всю обстановку не так как Макарий который писал всем письма несмотря ни на что и императору и сеноту и филарету но филарет в то время старался все-таки сделать так чтобы не было хуже в частности он воспрепятствовал провозглашению славянской библии самодостаточным текстом по своему авторитету равным подлиннику то есть канонизации и даже в некоторых случаях превосходящего да то есть он заблокировал фактически канонизацию славянской библии и вообще много сделал для того чтобы не было бы хуже но конечно он смог продвинуть вот эту свою идею о завершении перевода библии на русский язык только со смертью Николая I и с воцарением Александра II освободителя и дело перевода библии на русский язык было возобновлено в 1856 году во время коронации государя Александра II тогда святейший синод заседал в Москве и это было 10 сентября 1856 года и обстановка внутри синода к тому времени изменилась то есть противники перевода библии на русский язык просто умерли в частности митрополит Серафим тот кто участвовал вот в интриге которая закончилась закрытием российского библейского общества то есть можно сказать естественным образом проблемы отпали да ну можно сказать и так да и во время заседания 10 сентября священный синод пришел к выводу о том чтобы возобновить перевод священного писания на русский язык причем митрополит Филарет Московский предложил и настоял на том чтобы переводить библию с подлинника то есть ветхий завет с еврейского языка а не септуагинты или тем более не со славянского вот но хотя решение было принято оно не было запротоколировано и поручили составить протокол митрополиту Филарету как раз в это время все вот эти вот торжественные события переместились в Петербург и священный сенот тоже уехал в Петербург так что они не успели подписать протокол составленный митрополитом Филаретом и вот главные доводы пользу вот этого решения были следующие первое святые пророки и апостолы писали священные книги на природном и общеупотребительном языке тех народов в котором первоначально поступить должны были сии книги второе святые отцы всегда побуждали всех верующих к чтению священного писания и третье язык славянского перевода Библии общевразумительный и общеупотребительный в свое время не таков уже в настоящее время по своей древности для одной части православного народа он становится вразумительным посредством прилежного упражнения в церковном богослужении и чтении но другая более многочисленная не имеет всего преимущества и требует русского перевода как пособия к разумению священного писания кроме того было отмечено что неоспоримо то что в славянском переводе Библии есть многие места в которых состав речи невразумителен и который требует с лечения с первоначальными текстами еврейским и греческим и всем отношении пособия русского перевода нужно многим и из приходского духовенства то есть отмечалось что фактически многие священники не знают не понимают Библию и им нужен русский перевод для того чтобы они могли как-то понимать славянский вот такие были основные пункты вот этого постановления священного свинода которое то есть вот это решение было за протоколером митрополитом филаретом но не подписано и вот этот проект протокола он послал оберпрокурору священного синода в то время это был Карасевский но тот умер внезапно и протокол поступил к новому оберпрокурору священного синоду графу толстому известного своими консервативными настроениями то есть это тоже еще одна такая виток еще напряженности да виток напряженности это еще одна драма или не знаю интрига приключения вот но не все было так просто собрался синод и постановил осталось только подписать протокол но решение было принято и конечно это решение было принято под влиянием митрополита филарета и в обстановке вот тех ожиданий чего-то нового чего-то благоприятного вот в момент коронации молодого императора кстати в этом постановлении синода отмечалось что перевод нового завета должен быть тщательно пересмотрен то есть они же постановили не начать синодальный перевод а буквально я цитирую дело перевода нового завета на русское на речи а потом постепенно и других частей священного писания возобновить но с крайней осторожностью какой требует важность оного то есть ясно даже из вот этого выражения что синодальный перевод не является чем-то новым а это фактически есть продолжение перевода российского библейского общества то есть это редакция перевода российского библейского общества потому что перевод возобновили а не начали в 1856 году и далее отмечается перевод нового завета на русское на речи тщательно пересмотреть причем принять за правило чтобы он был всевозможно точен и чтобы слова и выражения вразумительные не были без нужды заменяемы простонародными то есть предлагалось отредактировать тот перевод который сделан убрав оттуда многие простонародные слова то есть сделать его более консервативным более приближенным к церковно-славянскому хотя конечно это должен был оставаться русским переводом но тем не менее принципы согласно которым делался синодальный перевод они были направлены к консервации и к архаизации перевода и в этом отношении перевод российского библейского общества более смелый более открытый более свободный и более приближенный к общеупотребительному языку чем вот тот перевод который предлагалось совершить и кроме того предлагалось русский перевод псалтиры исправить по сличению еврейского и греческого текста то есть псалтиры переводили из еврейского то есть но предлагалось потом сделать исправление по греческому потому что еврейский и греческий текст псалтиры они не вполне совпадают вот такие были основные пункты вот этого постановления к сожалению, вовремя не оформленного. Приключения на этом не кончились. Новый оберпрокурор Священного Синода граф Толстой был хорошо знаком с митрополитом Филаретом Киевским, амфитеатровым. И этот митрополит, он не присутствовал на данном заседании Священного Синода, где было принято решение. Но оберпрокурор знал, что митрополит Филарет Амфитеатров является противником перевода Священного Писания на русский язык. И он решил с ним посоветоваться. То есть, несмотря на то, что Синод принял решение, оберпрокурор воспрепятствовал его, или во всяком случае затормозил его окончательное оформление и решил посоветоваться с митрополитом Филаретом, который был его другом. И митрополит Филарет Киевский написал ему письмо официальное, где предложил свои возражения на данное решение Священного Синода. Не оформленное еще. И возражения были следующие. Что, первое, русское наречие не может передать Священного Писания со всей той силой и верностью, какими отличается перевод славянский, в котором доступно понятие все то, что только нужно для назидания верных к вечному их спасению. То есть, вот не может русский перевод передать так Священное Писание, как славянский. Не может и точка. По определению. Второе возражение. Русский перевод будет вытеснять славянский язык и без того недовольно знакомый образованным из наших соотчичей. То есть, с одной стороны, говорится, что славянский перевод самый лучший, и русский язык не может передать смысл Священного Писания так, как славянский. А с другой стороны, говорится, что если будет русский перевод, то он, славянский, окажется неконкурентоспособным. То есть, люди начнут читать, особенно образованные люди, русский перевод, и перестанут пользоваться славянским. Хотя, если подумать, они и без того им не пользовались. Возражение, что как так, тогда славянский язык будет как-то ограничен в своем влиянии, распространении и так далее, что русский язык его вытеснит. Но между первым утверждением и вторым утверждением явное противоречие. Что если он такой выдающийся, почему, так сказать, его новый русский перевод вдруг вытеснит. И третье выражение. Таким образом, может сделаться, наконец, непонятным и самое богослужение церковнославянское, составляющее главное и вернейшее и надежнейшее средство для всех сынов Российской Православной Церкви к назиданию их в вере и благочестии. То есть, здесь богослужение поставлено выше Священного Писания. Что если будет русский перевод, все будут его читать, понимать, то люди отвыкнут от славянского языка и само богослужение станет непонятным. А оно является главнейшим средством к духовному воспитанию, к спасению, к вере, к благочестию и так далее. То есть, тогда придется и богослужение менять. И эта мысль была совершенно крамольная. Это третье возражение. Хотя, казалось бы, все-таки священное Писание выше богослужения. Но в данном случае вот этим аргументом богослужение славянское было поставлено выше понимания Священного Писания. И четвертое, собственно, это что предлагалось, что теперь надобность настоит не в переводе Библии на русский язык, а в прилежном изучении славянского языка во всех наших духовных и светских училищах. И в повседневном прилежном чтении на нем Священного Писания. Вот такие были доводы митрополита Филаэта Киевского амфитеатрова, который он изложил оберпрокурору Священного Синода графу Толстову. Ну, а как же тогда вот этот значит, митрополит Киевский, да, вот он смог повлиять на, по сути дела, решение всего Священного Синода. То есть, над даже Священным Синодом нашлась управа до одного человека, или как это вообще? да, кстати, еще одно, еще один, можно сказать, аргумент в кавычках. Если переводить на русское наречие, я цитирую, то почему же не перевести потом на малороссийское, на белорусское и прочее? То есть, это вообще крамольные вещи. Да, то есть, если мы начнем переводить на русский язык, то потом все дело окончится переводом на белорусский и на украинский язык, вот, о чем нельзя было даже и помыслить. Вот эти соображения он переслал Священному Синоду и, собственно, даже не Священному Синоду, а оберпрокурору, и еще предлагал следующее, чтобы, во-первых, внести в Славянскую Библию некоторые исправления незначительные, чтобы подправить наиболее явные ошибки, второе, составить для народа и издать краткое по возможности толкование всего Священного Писания, то есть, вместо перевода сделать толкование. Как разговорник, да? Да. Не надо, зачем язык учить, нужно разговорить. И еще, вот, меры предлагали следующую. Должны издать от Святейшего Синода для обучения детей азбуки славяно-русские со статьями для первоначального упражнения в чтении на славянском и русском языках. Далее, азбуки и книжки, издаваемые ныне у нас во множестве для обучения первоначального чтения детей частными людьми, непременно следует изъять из употребления и издание подобных книг частным лицам воспретить совершенно. То есть, изъять все русские азбуки, которые издавались частными издательствами, заменить все эти русские азбуки церковно-славянскими азбуками, которые были бы издаваемы Священным Синодом, и, кроме того, требовать, чтобы дети, поступающие в училище, непременно обучены были по тем же от Святейшего Синода издаваемым книжкам и умели читать по-славянски наравне с русскими. То есть, при вступительных экзаменах ввести экзамен по славянскому языку. Вот. И люди должны были издавать славянский по тем самым азбукам, издаваемым Священным Синодом. И последнее. Не излишне было бы для светских людей и вообще не знающих славянского языка составить и издать словарь славянских слов, употребляемых в Священном Писании с переводом и объяснением их значения на русский. Вот как раз тот разговорник, о котором вы догадались. Вот. То есть, у вас мысли работают прямо параллельно, так сказать, мыслям митрополита Филарета и театра. Нет, мне просто это все напомнило 30-е, 50-е годы. И вот что он писал оберпрокурору, предлагая вот это. «Я предоставляю благоразумию и усердию вашего сиятельства поступить с моим к вам отношением, то есть письмом, при всем посылаемым, как вам будет угодно. Неизвестно мне, как оно принято будет в Святейшем Синоде». То есть, он подозревал, что его мысли не встретят понимания. И ему казалось более надежным, если мнение его будет представлено в подлиннике или сокращенно его величеству. Одно державное слово его, то есть его величество, прекратило бы дело решительно. То есть, он предлагал оберпрокурору свои возражения припроводить не Синоду, который уже принял решение, а императору, с тем, чтобы император просто это дело зарубил. Далее, его постигла тяжелая болезнь. И он писал вот в одном из своих писем, «Я должен был отвечать немедленно, но постигшая меня незадолго перед праздником Рождества Христова тяжкая болезнь лишает меня возможности отвечать удовлетворительно по столь важному делу. Я даже не мог в великий праздник Рождества Христова совершить божественную литургию, чего со мною, сколько могу помнить себя, никогда не случалось». И вот таким образом он не мог дальше писать против дела перевода священного писания на русский язык, будучи разбит болезнью. Тем не менее, оберпрокурор все-таки представил на высочайшее благоусмотрение письмо митрополита Филарета Киевского, антифитеатрова, и также соображение митрополита Московского. Причем интересно, что это были на самом деле не соображения митрополита Московского, это был протокол заседания Священного Синода. Но он представил его как мнение митрополита Московского, хотя на самом деле это было мнение большинства Синода. И вот это все поступило на одобрение или неодобрение к Александру. Ну и как он отреагировал на это все? Ну, дело в том, что митрополит Филарет Московский, когда об этом узнал, он на каждый пункт возражений митрополита Киевского против перевода поставил свои возражения против его возражений, послал вот эти возражения на возражения вместе с протоколом его императорскому величеству. И дело кончилось тем, что окончательное решение все-таки принял император. Далее все вышерозначенные бумаги были вновь предложены Священному Синоду по воле Александра Второго. То есть не было указа формального, но было такое неформальное одобрение мнения митрополита Московского. И вследствие сего Святейший Синод представил оберпрокурору свой проект постановления и на исполнение онова испросил высочайшее императорского величества разрешение. И государь-император по всеподданнейшему докладу оберпрокурора 5 мая 1858 года высочайше соизволил согласно определению Святейшего Синода приступить к переводу на русский язык книг Священного Писания на изъясненных в определении основаниях. То есть это было 5 мая 1858 года. Все-таки император Александр Второй, освободитель, принял окончательное решение. И решение в пользу того решения, которое состоялось за два года до этого, и которое два года пытались замотать оберпрокурору вместе с митрополитом Филаретом Киевским. Но, тем не менее, это решение все-таки состоялось. И Александр высочайше соизволил приступить к переводу Библии на русский язык 5 мая 1858 года. И вот начав переводить, как долго эта работа длилась, и какова была реакция на перевод в общественной церковной жизни? Ну, дело в том, что мы уже говорили о том, что это не был все-таки перевод с самого начала. Это был фактически пересмотр или редактирование переводов, сделанных ранее. В этот 30-летний промежуток времени, можно сказать. Переводов, сделанных с 1816 по конец 40-х. Да, в этот 30-летний период. Пересматривали или редактировали Новый Завет, который был издан российским библейским обществом, Псалтирь. При этом старались сделать это более архаизированным, более приближенным к славянскому все-таки. И, кроме того, существовали переводы Патрея Герасима Павского и Архимандрита Макария. И вот эти переводы также легли в основу синодального перевода. Но даже несмотря на то, что все-таки тексты были под рукой, редактировали 20 лет. Ну, с 1856 года по 1876 год. Все-таки это, конечно, медленно. Окончательно этот перевод был завершен и опубликован в 1876 году. Но он уже вышел как отдельная книга, либо как... Да, это вышла полная Библия в 1876 году под эгидой Священного Синода. И поэтому этот перевод стал называться Синодальным. То есть окончательно предали жизнь тому, что уже делалось долгие годы, да? Да, и что преследовали долгие годы. Да, сами же, да. Ну, а вот какова же была реакция на этот перевод в общественной церковной жизни? Вот как люди реагировали, что они говорили? Ну, вы знаете, все-таки если мы сравним общественную реакцию на перевод Нового Завета, российского библейского общества, в 20-х годах, что это было действительно величайшее событие не только церковной, но и общественной жизни, то, конечно, окончание и публикация всего этого перевода, вымученного за долгие десятилетия... Псад лет, в общем-то, прошло. 60. Да, 60. 60. Вот. Оказалось не столь значительным событием, во всяком случае, в общественной жизни. Вот. Этот перевод не оказал такого влияния на общественную жизнь, как оказал перевод российского библейского общества на общественную жизнь в 20-е годы. Все-таки это было более скромное событие, хотя вроде бы вышла полная Библия. В основном это было событие в церковной жизни, а не в общественном. В общественном, мне кажется, ушло время уже. Да, да, совершенно верно, ушло время. И вот что пишет по этому поводу Георгий Чулков. Он, царь, предчувствовал, речь идет об Александре II, должно быть свою страшную судьбу. Эту ужасную судьбу подготовил ему его отец, то есть Николай I. Он довел свою полицейскую систему до того предела, когда путь мирного устроения уже невозможен. Никакие реформы уже не могли удовлетворить тогда Россию, потрясенную и взволнованную новизной событий. Заключенный долгие годы в душной и темной тюрьме человек, переступив ее порог, пьянеет от солнца и воздуха. В 60-е и 70-е годы XIX века были пьяные годы. Это был первый хмель революции. Неблагодушному Александру Николаевичу, а какому-нибудь исключительной воле человеку, новому Петру Великому, может быть, и удалось бы укротить мятежные волны. Но Александру II не удалось их укротить. Пришел девятый вал и погубил его. Речь идет об убийстве Александра II в 1881 году. Через несколько лет убили Александра II. Затем выцарился Александр III, на которого большое влияние имел оберпрокурор Священного Синода Константин Петрович Победоносов. И, кстати, Победоносов очень отрицательно относился даже к синодальному переводу. Он считал, что синодальный перевод был осуществлен ошибочно. И, более того, он пытался сам переводить Священное Писание на русский язык, опять же, сближая его со славянским. То есть он считал, что, ну, хорошо, раз вот так настаивают, надо все-таки переводить, но переводить так, чтобы русский язык выглядел точно так же, как славянский. Он перевел, кстати, весь Новый Завет. Это был очень образованный человек. И этот Новый Завет в переводе Победоносова опубликован российским библейским обществом. Его можно прочитать и сравнить и с русским, и славянскими. И получится... Мало разницы. Да, что это что-то нечто среднее. Не русский, не славянский, а что-то такое межуумочное. Были и другие деятели церковные, которые считали... Кстати, они есть и сейчас, что все-таки синодальный перевод был ошибкой, что не надо было его делать, надо продолжать было пользоваться славянским. Может быть, немножко его подправлять, может быть, присовокуплять толкование, заставлять всех учить славянский, изымать русские азбуки у населения, ну и так далее, и тому подобное. Составлять словарики для образованных людей, славянских слов. Разговорники. Разговорники. Вот все эти предложения, которые высказывал митрополит Филарет Киевский. И именно в тот период зародились церкви иванских христиан-баптистов. То есть именно с переводом Библии на русский язык стало возможным появление протестантских церквей в России. Мы помним о движении, вызванном проповедью лорда Редстока в Петербурге. В 70-е годы это было движение иванских христиан, и движение штундистов на территории нынешней Украины. Это было возможным именно благодаря появлению священного писания на русском языке. Хотя, конечно, во многом время было упущено, и даже тот перевод, он был еще более архаизированным, чем перевод начала XIX века. Но, тем не менее, он появился, и вместе с ним появились протестантские общины, движение иванских христиан, движение штундистов. То есть они по-славянски никак не понимали, да? Да. Но, кстати, среди православных ученых были другие мнения. Были мнения о том, что синодальный перевод устарел уже... К началу издания его. Да. В 1917 году был Поместный собор Русской Православной Церкви в канун революции. И одним из тех, кто готовил этот собор, был председатель Русской Библейской Комиссии, профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Иван Евсеевич Евсеев. И он написал такую статью, опубликованную в 1917 году в Петрограде тогда. Называется «Статья «Собор и Библия». И вот что он пишет. «Наравне со славянским текстом Библии, предвысшей церковной властью, стоит непочатая еще задача привести в надлежащее соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году. Но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, опасенка духовного ведомства. И он неотложно требует пересмотра или, еще лучше, полной замены. Его состав или объем грешит тем же свойством следования католическому канону, что наблюдается и в славянской Библии. Его оригинал не выдержан. То он передает еврейский оригинал, то греческий текст 70-ти, то латинский текст. Словом, в этом переводе сделано все, чтобы лишить его характера целостности, однородности. Правда, эти свойства незаметны для рядового благочестивого читателя. Гораздо существеннее его литературная отсталость. Язык этого перевода, тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык еще до пушкинского времени, не скрашенный притом ни полетом вдохновения, ни художественностью текста. Чтобы выразить в переводе уважение к высоте оригинала, чтобы поставить перевод на уровень литературных требований и доставить ему соответственное влияние, нужно дать не отсталый ремесленный, а художественный творческий перевод, притом с постоянным попечением о его усовершении. То есть вот что предлагалось в 1917 году на соборе. Но последующие события... Уже все, да, перечеркнули. Перечеркнули все эти благие намерения, и на протяжении долгих десятилетий советской власти, коммунистического правления, российские христиане оставались синодальным переводом. И именно синодальный перевод при всех его несовершенствах помог во многим выжить в церкви и сохранить веру. И, конечно, поэтому у многих вызывает вот такую болезненную реакцию, как так можно пользоваться каким-то другим переводом. Потому что этот перевод помог людям сохранить веру в самые тяжелые десятилетия, и сама мысль о том, что может быть какой-то другой перевод для сравнения или для употребления в каких-то, скажем, целях разъяснения священного писания или в просветительских ценах, он вызывает у многих христиан отторжение по понятным причинам. Но уже в 1917 году профессор Евсеев писал вот только... Что нужно уже новый перевод. Что нужен новый перевод, причем не отсталый, ремесленный, а художественный, творческий, при том с постоянным попечением о его усовершении. Анатолий Александрович, вот у нас осталась буквально одна минута. В заключение, что бы вы сказали? Какой вывод вы сделали из всего этого рассказа об истории создания перевода Библии на русский язык? А выводы все давно уже сделаны. Вот я еще раз процитирую отрывок из статьи Ивана Евсеевича Евсеева «Собор и Библия», то, что он писал в 1917 году. Если голос истории – не пустой звук, то наши надежды на разрешение назревших в нашей Церкви вопросов относительно Библии на Всероссийском Церковном Соборе не могут остаться напрасными. Высшее напряжение церковных сил, направленное на капитальное переустройство русской Церкви в годину величайшей государственной и общественной разрухи, не использовало бы всех доступных ему средств для своего творчества, если бы оставило без надлежащего внимания основной источник своего озарения и духовного воспитания народа. Вершина церковного сознания и воли в ответственный момент своей деятельности проникает своими устами к источнику вечной жизни и вознесет его на ту высоту, какая ему подобает. Спасибо вам, Анатолий Александрович. И я еще раз хочу напомнить, что у меня в гостях был Анатолий Александрович Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества.